Привет! Приглашаю посмотреть прохождение текста квеста «Мафия» из игры «Космические рейнджеры 2». Вот представьте себе фильм «Крёстный отец» в формате рейнджеров. Получится именно этот квест. Наш наниматель костит, а не кто иной, как Пеленги, и, соответственно, Дзухалак, он хочет выяснить, что произошло с местным отделом сдерживания, потому что преступность на планете приняла небывалый со времён рычиха на масштаб, и даже пеленгам такой разгул преступности вовсе не выгоден, потому что если все захотят там быть пиратами или преступниками, то где будут торговцы, которых можно грабить? И таким образом, если доля пиратов в обществе выше, чем торговцев, то как бы это уже экономически невыгодно. Кроме того, в качестве местной валюты используются дабы, что, несомненно, является такой весьма весёлой ссылкой на программиста игры Алексея Дубового. Что ж, давайте начнём. Едва выбросшись за пределы Космопорта, в этой скале в ближайшем парке уютную скамеечку, и достали из кармана лаптоп, который вам было приказано активировать по прилёту на Амдей. Лаптоп ожил, и на миниатюрном экранчике появилось лицо того самого Пеленга, который дал вам задание. Рейнджер Пормортелл, поздравляю с успешным прибытием на место, надеюсь, погода у вас там хорошая. Сразу после этих слов вы обратили внимание, что небо затянули противные серые тучи. Подол неприятный пронизывающий ветерок. «Итак, касательно вашего дела», продолжал Пеленг на лаптопе, «как уже было сказано ранее, в последнее время наблюдается небывалый разгул преступности. Более того, главари местных преступных банд оборелить такое влияние, что больше не подчиняются своему непосредственному начальству, зухолагу. Ваша задача – это попытаться втереться в доверие к одной из преступных группировок и выяснить подробности произошедшего. По нашим сведениям, сегодня в 10.00 в глухом уголке парка должна состояться разборка двух группировок. Возможно, у вас появится шанс войти в доверие к одной из них. Должен также предупредить вас, что галактические кредиты не имеют хождения на этой планете. Вам необходимо обменять их на местные деньги в банке. Пару банкнот найдете внутри лаптопа. Кстати, надеюсь, у вас хватило ума не проигрывать эту запись в людном месте. Тут вы заметили, как много по парку шляется подозрительных личностей, и поскорее выключили лаптоп. Вы взглянули на часы. Уже как раз 10. Надо спешить, если вы хотите успеть на разборку. Давайте отлепимся от скамейки и побежим в глухой уголок парка. У нас есть 20 дапов. Свернув с дорожки, вы рванули в чащу, ничуть не уступающую лесной своей непроходимостью. Поплутав немного среди шершавых мошистых стволов, вы вдруг оказались на самом краю поляны, которые не вели никакие под тропинки. На поляне явно что-то происходило. Вы спрятались в кустах и стали наблюдать. На полянке собрались две группы гуманоидов. Справа стояла небольшая группа пеленгов и гальцев. Все они были одеты в старомодные шляпы и длинные плащи. С другой стороны находилась толпа людей, одетых в футболки, широкие штаны, кроссовки, повязки на головах и прочую атрибутку уличной жизни. Лидеры группы некоторое время говорили о чем-то друг с другом, но вы не слышали ни слова. Когда встреча затянулась и вы уже решили уходить, лидер человеческой группы вдруг выхватил вибронож и бросился на гальца. Дальнейшее напоминало гангстерский боевик. Гальцы и пеленги слаженно выхватились под плащей автомата рахаичного вида с тонкими стволами и круглыми магазинами, и принялись палить по людям. Те, прыгнув в разные стороны, застрекотали короткоствольными пулеметами. Вы, с раскрытым ртом, наблюдали сцену перестрелки, которая очень быстро окончилась. Люди полегли все, из их противников в живых остался только тот самый гальц, предводитель группы. Он был тяжело ранен в живот и сейчас лежал на земле, зажимая рану руками. Сейчас поможем гальцу. Такая единственная нормальная опция. Вы подбежали к гальцу и посмотрели ему в глаза. Он был еще жив. Заметив вас, он слабым жестом показал на карман своего плаща. Вы вывернули карман, и из него выпала маленькая походная аптечка. К вашему восторгу это была хорошо знакомая вам кровевосстанавливающая, лейкоцитная, иммуногенная защитно-медицинская аптечка. Очень технологичная аптечка. С ее помощью можно было залечить даже очень серьезную травму, если делать все правильно. Ну, квест, вероятно, дает некоторые познания в хирургии. Рану сперва нужно углубить, посмотреть, нет ли каких-то инородных тел, которые там остались. Мысль углубить рану оказалась замечательной. Надрезав ее края, вы обнаружили засевший в теле гальца пулю и осколок вибронажа, который все еще вибрировал. Страшно подумать, что случилось бы, если бы вы зарастили рану, не вытащив инородные тела. Еще рану нужно продезинфицировать перед тем, как делать с ней что-то еще. Вы решили, что перед тем, как заживить рану, надо ее обязательно продезинфицировать. Покопавшись в аптечке, вы вытащили бутылочку бактерицида и щедро плеснули его в рану гальцу. Тот взвыл от боли, выгнувшись всем телом, но действие бактерицида, безусловно, пошло на пользу. Теперь можно не беспокоиться, что гальц умрет от какой-нибудь инфекции. И теперь заливаем рану биоригеном. Вы выдавили из тюбика прозрачное дрожащее желе прямо в рану гальца. Края раны сразу стали срастаться. Состояние гальца улучшилось прямо на глазах. Он даже сумел подняться на ноги. Вы мысленно похлопали себя по плечу за безупречно проведенную операцию. «Колода!» Высказал галец одной из редких гальских ругательств. «Да ты меня спас, парень!» «Знаешь что?» «Приходи-ка ты к повдвалу больницы, когда время будет. Скажешь, что за белым кроликом пришел». «Удачи тебе!» «И спасибо!» Галец скрылся в кустах прежде, чем вы успели расспросить его произошедшим. Покидаем лужайку, собрав перед этим оружие. Вы понадеялись взять себе какое-нибудь оружие, но, осмотрев валяющиеся на лужайке пушки, как следует, поняли, что все они оснащены системой защиты. Пользоваться оружием мог только его хозяин. В сласть обругав перестраховщиков, которые изготовили это оружие, вы, поколебавшись, забрали с собой автомат спасенного вами гальца, который он забыл взять. Возможно, он вознаградит вас за возвращение автомата при встрече. Парк был сделан под дикую природу. Дорожки, ничем не покрытые, напоминающие лесные тропинки, змились между деревьями. Сквозь ветви, образующие над головой естественный купол, струились лучики утреннего солнца. Дрова вокруг была мокрая тросы. По изгибам тропинги то и дело встречались скамейки и горны, стилизованные под бревные пеньки. Буйство природы было обезображено сотнями окурков, пивных банок, пластиковых пакетиков, которые в живописном беспорядке валялись вокруг. Но, несмотря на это, воздух прибыл прямо-таки целебным. После долгих прогулок по парку самочувствие улучшалось. И сказано здесь-то далеко не просто так, потому что в квесте у нас будет несколько состояний, за которыми нам обязательно нужно следить. Пожалуй, наиболее важный из них это голод. И поскольку голод может вас настигнуть в самый неподходящий момент и заруинить вам тем самым квест, за этим параметром нужно обязательно следить. Поэтому очень желательно не забывать есть хотя бы по два раза в день. Трезвы ли мы или нет, тоже может кое-что на что влиять, на что именно я в дальнейшем расскажу. Усталость тоже. Если вы будете долго не спать, свалитесь с ног и заруните себе квест тем самым. Тоже будет плохой финал. Ну и здоровье, естественно, стандартная тема, его тоже будет возможность восстановить. Итак, сейчас покидаем парк. Идем, как нам говорили, в больницу. Больница находится в центре. В большом прохладном холле больницы было довольно пустынно. Предполагалось, что посреди холла должна стоять огромная мраморная статуя, изображающая медсестру со шприцом. Но статую давным-давно отпилили от постамента и наверняка продали на черном рынке. На вахте сидела пухлая добродушная гаалица. Да, кстати, здесь написано именно гаалица, то есть, видать, задумалось такое, то есть бывает. Вот мы, видимо, и решили. Миф, что гаалицы все мужики. А вот нет. Подойдя поближе, вы обнаружили, что на коленях у нее лежит дробовик. Тоже пухлого и добротушного вида. Когда вы осведомились, где можно подлечиться, она улыбнулась вам и показала на нужную дверь. На двери была надпись «Ионный низкочастотный регенератор тканей». Чуть ниже была пришпилена табличка «Один сеанс, 99 дабов». Мы ищем подвал. Вы некоторое время бродили по больнице, постоянно натыкаясь на врачей. Больница, похоже, пользовалась большим успехом. В нынешнее практически военное время. Сквозь окошки в дверях палаты вы видели множество стонущих больных, пострадавших в результате ограбления и избиений. Поплутав, вы, наконец, отыскали скромную техническую лестницу, спрятанную под большой и широкой лестницей, ведущей наверх. Вы спустились вниз и оказались в небольшой комнате, освещаемой и свисающей с потолка на шнуре лампочкой. В комнатке была толстая железная дверь с крохотным окошком. Окошко открылось, и на вас уставился чей-то подозрительный глаз. Я пришел за белым кроликом. Нашлись вы. Окошко закрылось, закрохотались засовы, и дверь со скрипом отворилась, щедро сыпая вас хлопьями ржавчины. По ту сторону двери вас встретил невысокий пеленг с длинными обвислыми усами. Эй, да ты же тот парень, что вытащил Томми. Он передал мне, чтобы я встретил тебя, как полагается. Проходи. Пеленг посторонился, пропуская вас в помещение. Сам он прошел за стойку наподобие барной. Присмотревшись сквозь мягкий полумрак, царивший в комнате, вы увидели стволы, висящих над стойкой орудий. Похоже, в подвале больницы располагалось нечто вроде оружейной лавки. Таомми попросил меня передать тебе небольшое вознаграждение. Ну и, конечно, ты можешь спросить все, что захочешь. Но учти, отвечу я только на то, что захочу. Я тут захватил оружие Таомми. Кстати, эту опцию в диалоге стоит выбирать первой, потому что, насколько я знаю, потом оружие сдать будет нельзя. Пеленг взял оружие из ваших рук и внимательно осмотрел. Отличный экземпляр, кстати. Плазменный автомат Томпсона, как я его называю. Пожалуй, я мог бы купить его у тебя за, скажем, 40 дабов. Но это же не мой автомат, удивились вы. Ну, мне же тоже надо на что-то кушать, правда? Усмехнулся Пеленг. Я его потом верну Таомми за соответствующую плату. Ну, хорошо, растаяли вы. Автоматы, 4 банкноты по 10 дабов сменили владельцев. Что это вообще за место? Пеленг развел руки, словно пытаясь охватить помещение. Это, друг мой, оружейный салон. Спусковой крючок, как я его называю. К сожалению, сейчас для нас настали трудные времена. После этой неразберихи в правительстве резко возрос уровень неподконтрольной нам преступности, и клан находится практически на военном положении. Я не торгую оружием. Его члены Карлеоне забирают под расписку. Да-да, такая жирная отсылочка. Название семьи на фильм «Крестный отец» тут будет не только это. А что случилось в правительстве? Пеленг широко улыбнулся. А этот, друг мой, тебе лучше узнать в самом правительстве. Но... Я отвечаю только на то, что захочу, помнишь? А кто вы вообще такие? Мы, друг мой, клан Карлеоне. Единственный достойный клан из пеленгов, как ты видишь, и гальцев. У нас есть два довольно сильных противника. Это Карл Стрит, эти дикари-людишки и Фояда. Группа Фоян, которые держат под своим контролем множество молоков. Пеленг пошарил под стойкой. Достал порт сигара, с которого была извлечена сигара. В последнее время конфликт с этими двумя группировками обострился. Феленг щелкнул зажигалкой, закуривая. И нашему клану как никогда нужны свободные наемники. Если тебе нужны деньги, работа для тебя найдется. Но если мы узнаем, что ты работаешь и на другие кланы... Феленг направил на возгорящий кончик сигареты. Сам понимаешь. Я, пожалуй, пойду, где там мое вознаграждение. Феленг нагнулся и вытащил из-под стойки банкнотов 50 дабов, которые тут же исчезли в вашем кошельке. Мог бы и пощадрее вознаградить. Я ему все-таки жизнь спас. Пробурчаливая, направляясь к выходу. О, чуть не забыл. Окликнул вас Феленг. Если все-таки решишь поработать на семью Карлеоне, приезжай в городок Лос-Дрим. Там найдешь бар мистера Сальери. Скажешь, что тебя Таоми прислал. Ну иди давай, нечего тут торчать. Феленг вышел из-за стойки и вежливо, но настойчиво выпроводил вас из подвала, закрыв дверь. Возвращаемся в холл. Идем в сам город. Вы находитесь в самом центре города под названием Калам-Сити. Жизнь в городе кипит. Повсюду снают многочисленные прохожие, воруют друг у друга кошельки, по дорогам проносятся машины, краденые не очень. Неподалеку жорчит струями большой фонтан, выполненный в виде махпеллы, из отростков которой хлещут струи воды. В нескольких метрах от вас находится пиццерия со странным названием Ахтунг. Народ так и толпится в дверях. Напротив пиццерии расположилась больница, сейчас она открыта. Прямо над вашей головой проходят монорельсы-надземки, по которым можно совершенно бесплатно добраться в любой район города. Прямо сейчас отправляемся на окраину города. Из города вела одна большая многополосная магистраль. На ней должен был находиться контрольно-пропускной пункт, но его разграбили и разрушили. Останки постового дроида висели на воткнутом в землю шесте, как пугало. На разбитую голову бедного дроида кто-то напялил большой резиновый сапог. Шлагбаум, а раньше перегораживавший дорогу, в данный момент служил составной частью некой чрезвычайно неприличной скульптурной композиции. Рядом с нею торчали два покосившихся указателя, направленных в разные стороны. Надпись на одном из них гласила «Пригород», на другом – «Лос Дрим». Вы прикинули расстояние и решили, что на путь до Лос Дрима пешком вы потратите около пяти часов, а до пригорода – около четырех. Направляемся сейчас в Лос Дрим просто пешком. Это важно, что именно пешком. Поскольку личного транспорта у вас не было и не предвиделось, вы отправились в Лос Дрим пешком. По мере удаления от города воздух становился все свежее, дорога из криопластиковой переходила в асфальтовую, и по обочинам ее возникали небольшие заросли деревьев и кустарника. По дороге то и дело проносились в разные стороны гравикары. Когда мерзкий пейзаж окончательно вам приелся, вы увидели впереди надпись знак «Лос Дрим 5 километров». После часа упорной ходьбы вы наконец добрались до цели. Вы глядели улицу городка Лос Дрим. Городок был весьма необычный. Вам вдруг показалось, что вы перенеслись на много лет назад. Вместо небоскребов повсюду стояли аккуратные одна- и двухэтажные коттеджи. Дороги были покрыты нераспространенным повсюду с царапанным пластиком, а самым настоящим асфальтом. Неподалеку от вашего местоположения угнездился невысокий мотель, снабженный трогательным ковриком с надписью «Добро пожаловать». Вы также могли видеть бар с вывеской «Бар Саальери» и уютное здание городской библиотеки. День был в разгаре, и по дороге весело катили в разные стороны автомобили с самыми настоящими колесами. Давайте сходим в бар. Традиционно, как всегда, в баре «Все-все знают про задания». В баре звучала негромкая, приятная слуху мелодия, исходящая из раритетного проигрывателя на стойке. По залу были разбросаны небольшие столики, но большая часть народу сидела на высоких, вертящихся табуретах у стойки. Бармен, обладатель изящно заляпанного фартука и пышных пижамских усов, с норовиста разливал напитки. Вам страшно захотелось занять один из табуретов и пропустить пару стаканчиков чему-нибудь алкогольного. Подходим к бармену. Вы выставились на две книжечки, которые лежали перед вами. На обложке одной из них красовалась выцветшая надпись «Напитки», на другой — еда. Вы прикинули свое денежное состояние и, как всегда, остались недовольны. Бармен зазывно пошевелил усами, и вы принялись размышлять, что вам сейчас больше хочется — пить или есть. Кстати, сразу скажу, что в Лос-Дриме можно и попить, и поесть. А вот, например, в баре Колом-Сити можно только попить, а пиццерия, например, открыта только в дневное время. Поэтому поесть вы там тоже сможете, соответственно, только в дневное. А вот Лос-Дрим для того, чтобы поесть, как бы подходит универсально, а здесь поесть можно всегда. Итак, пока есть мы не будем. Скажем, что нас прислал Таоми. Меня Таоми к вам прислал. Наклонившись к бармену, негромко сказали вы. Бармен, ничего не говоря, кивнул и, отвернувшись от вас, поманил кого-то. Рядом появился другой бармен. Только фартук у него не был так заляпан, и пижонские усы только намечались. По-видимому, это был сын главного бармена. Он принял у отца пост, и тот, выйдя из застойки, повел вас к неприметному столику у дальней стены бара. За столиком сидел Пеленг в шляпе, чередуя потягивания какого-то напитка из бокала с выкурением сигары. На столе перед Пеленгом светился небольшой лаптоп, несколько выбиваясь из общей обстановки бара. «Что угодно», — спросил он вас. «Я от Таоми», — повторили вы. Пеленг повертел сигару в пальцах, внимательно вглядываясь в ваши глаза сквозь дым. «От Таоми». «Да, от Таоми», — начали раздражаться вы. «Что ты видел в парке?» Вдруг короткое зло спросил Пеленг. Вы мысленно прибавили один к одному. «Ничего не видел», — с глупой улыбкой сказали вы. Пеленг сразу успокоился. «Хорошо, сынок. Замечательно». Проморлыкал он, разглядывая бокал на просвет. «За деньгами явился?» «Ну, они бы мне не помешали», — согласились вы, быстро размышляя. «Вам необходимо втереться в доверие к местной мафии. Раз уж вы начали с семьи Корлеоне, лучше к членам других банд не соваться. Вас тут же пристрелят». «А если вам не удастся завоевать доверие семьи, ваше задание будет раз и навсегда провалено». «Хорошо. Отлично». Продолжил морлыкать Пеленг. «Вот что. Я дам тебе, скажем... 200 дабов. Ты поедешь в Калм-Сити и купишь в старой берлоге партию выпивки для меня. Доставишь сюда». «Договорились?» «Соглашаемся». Кстати, что интересно, несмотря на то, что нам говорится, что мы начали с семьи Корлеоне, и типа, поэтому не выполняйте задания других кланов, я прочитал весь текст, который есть в квесте, и не нашел ни одного задания от какой-либо другой семьи и вот этих мафиозных кланов. Но их следы были в параметрах. Соответственно, я думаю, что на первоначальной стадии квеста планировалось их добавить, но потом этим не захотели заморачиваться. «Наверное, так». «Отлично!» Пеленг притянул вам одну из верхних рук и крепко пожал. Разжав ладонь, вы обнаружили на ней купюру в 200 дабов. «Давай поторопись, а то моя бутыль скоро пустеет». Вы кивнули пеленгу и отошли вглубь бара. «Точно так же пешком сейчас возвращаемся в Калм-Сити». Обратите внимание, что я сохранил на счету 310 дабов, это важно. Вздохнув, вы посмотрели на бескрайнее виляющее полотно дороги, уходящее вдаль, и потопли по нему на своих двоих. Вдалеке, подернутой туманной дымкой, винились небоскребы Калм-Сити. Вы все шли, издевая и оглядываясь по сторонам, но ничего интересного не происходило. Правда, один раз из придорожных кустов выглянул огромный коричневый зверь, размахивающий передними лапами и что-то вам кричащий, но шум, промчавшиваяся мимо гравика, разглушил его голос. Пожав плечами, вы пошли дальше, заняв остаток пути мыслями о таинственном звере. Идем в район развлечений, теперь в бар. Бар Старая Берлога встретил вас неповторимыми запахами помещения, которое никогда не проветривается. Зато часто заполняется немытыми посетителями. Сквозь это в буквальном смысле сногсшибательную гамму ароматов с некоторым трудом пробивалось тарахтение головизора, висящего над стойкой. Бармен, который, похоже, никогда не спал, скромно сидел возле большого древнего кассового аппарата. В зале было несколько шумных компаний и много одиночек. Выглядели бар, прикидывая, куда бы вам пойти. Говорим с барменом. Бармен дружески кивнул вам, не оторваясь, впрочем, от стула. Можно заказать у него какой-нибудь очень алкогольный напиток или спросить о чем-нибудь. Интересно, почему бармены во всех барах всегда знают самые необходимые для выполнения задания подробности? Кстати, если спросить у него о работе для молодого перспективного рейнджера за 10 дабов, то нам кое-что скажет. Знаешь, я не уверен, что сейчас в городе можно найти работу. Я говорю о законной работе, конечно. Но если ты обладаешь некоторой квалификацией, ну, например, замки вскрывать умеешь, тогда можно пошуровать ночью в этой или напротив. — Ага, — сказали, вы и подмигнули. Можно спросить об обстановке в городе. — Расшалились нынче у нас, — слова охотливо повидал бармен. — В берлоге почитай, что ни день, то драка. Я уж кровь со столов стирать замучился. — А тебя не трогают? — Куда там? Если не ко мне, кому по вечерам ходить будут? — А что вообще в городе слышно? — Да чего только не слышно. Погромы, ограбления, убийства, аж из дома выйти боишься. Каждый клан к рукам пытается прибирать побольше, плюс одиночкой орудует. Этим вообще закон не писан. — Клан? — Ну да. Бандиты у нас на кланы поделились. Семья Карл Леоне, Фаяда и Карл Стрит. Постоянно грызутся. Зато мой бар, бармен города постучал по стойке, нейтральная территория. — Скажем, что мы пришли купить выпивку. — Из-за партии в Текилы? — Дилуэйто спросил бармен. — Ээээ... Вероятно. Неуверенно ответили вы. Бармен кивнул, ловко перебросил тряпку, которую держал в руках через плечо, и отошел от стойки, направляясь к черному ходу. Вы пошли за ним. Бармен открыл дверь и вышел на задний двор. Там у больших рожавых ворот стоял грызовик, груженный деревянными ящиками. — Вот твоя фтекилла, гордо сообщил бармен. — Можешь забирать и пить на здоровье, хотя здоровьем тут и не пахнет. — Это твой грызовик? — Поинтересовались вы. Бармен удивленно пожал плечами. — Нет, это же ваши его прислали. — Ну, тот, кто собирался купить фтекиллу. — О, кстати, оживился он, вспомнив о чем-то. — Надеюсь, все честно. — Четыреста дабов с собой? — То есть как это? — Мы договаривались на двести. Бармен помрачнел. — Понимаешь, налог на ввоз алкоголя сильно повысился. При прежней цене я останусь в убытке. Двести дабов — это недостаточно. — Хорошо, из уважения к твоему нанимателю триста дабов. — Ладно, пусть будет триста. — Отлично, отлично! — залубался бармен. Вот что я называю сделкой. — Отличный покупатель, дружище. — Знаешь, я, пожалуй, даже угощу тебя своим особом. Бармен сбегал в бар и вернулся с огромной бутылью чего-то мутного. — Вот! Самый крепкий сорт. Только не открывай рядом с огнем. Вы пожали бармену руку и влезли в кабину грузовика. Счастье управления было стандартом и вы без труда завели двигатель. Грузовик оторвался от земли и повис над поверхностью в нескольких сантиметрах. Вы осторожно вырулили к воротам, покинули двор и поехали к окраине города. Итак, мы трезвые, мы голодные и у нас ноль дабов. Возможно, именно так было у Гусарова до разработки первых космических рейнджеров. Поехали в Лос-Дрим. Вы мчались по широкому шоссе к Лос-Дрим, весело насвистывая что-то. Когда вы проезжали мимо какой-то проселочной дороги, с нее на шоссе вдруг вынесем маленький фиолетовый гравикар, едва не врезавшись в вас. Вы с проклятиями вдавили педаль тормоза, чтобы не допустить столкновения. Но крыша в игровикар вдруг раскрылась. Из нее восстал Малок с крупнокалиберным пулеметом в руках. Вы поспешно ткнулись носом в руль. Как раз вовремя. На стекле появился аккуратный ряд трещин. Вы вдавили газ и грузовик в одну фиолетовую гравикар помчался прочь. Фиолетовый гравикар быстро выровнялся и полетел следом. Малок палил вас из своего пулемета, стараясь попасть в бензобак. Ну и здесь нам дается такая игра в камень-ножницы-бумага с машиной противника, которую нам нужно раздолбать. И естественно, чтобы она нас сама не подстрелила. Бутылку у бармена, как вы можете догадаться, я уже взял не просто так. С ним можно было сторговаться, хотя и за 200 кредитов, но бутылку он в этом случае не давал. А как ее можно применить, я сейчас покажу. Ну, насчет камень-ножницы-бумага не будет вполне верно, но некоторые приемы все равно могут не сработать в точности, поэтому могут быть небольшие расхождения. Например, узкая однополосная дорога здесь тормозим, но как бы машина противника может и не стормозить. Но сейчас, например, она врезалась в нас из-за этого и повредилась. Теперь видим, что широкая дорога, и мы едем по правой стороне, кидаем грузовик влево. Он как бы может противник помяться, ты-то может не помяться. Но скорее это помогает, чем нет. Теперь опять тормозим, потому что узкая дорога. В зависимости от направления кидаем противоположное. Думаю, принципов вы примерно поняли. Теперь 23 хп, наверное, сейчас еще раз долбанем. Вот теперь мы едем по левой стороне, кидаем вправо. Без бутылки, кстати, здесь от бармена вполне может быть так, что вас они подстрелят и задание вы не выполните. Поэтому я, собственно, и советую ее взять. Сейчас вижу, здоровья у врага осталось мало, машина уже повреждена, поэтому швырнем в гравикар подаренной бутылкой. Вы, высунувшись из окна, изо всех сил метнули тяжелую бутыль в сторону гравикара. Молок автоматически дал по ней несколько залпов, и это стало его ошибкой. Бутыль взорвалась, окутав гравикар облаком огня. Молок заорал на все шоссе и скрылся в кабине. Ветер очень быстро сбил огонь с гладкой фиолетовой поверхности, а из люка в крыше снова показался Молок. Весь обожженный и очень-очень злой. Машину мы им добили, она взрывается, даем полный газ и уезжаем. Кстати, если наша машина будет сильно повреждена и врага вы в этот момент добиваете, то тоже ничего хорошего не будет. Но сейчас все в порядке. Полночь мы приехали наконец-то. Подходим к пеленгу и отчитываемся. Уже управился? Поднял бровь пеленг, когда вы подошли к его столику. Да, кивнули вы. Грузовик припаркован у бара. Чудно, проблемы были. О да, меня преследовал фиолетовый гравикар и сидящий в нем Малок пытался меня застрелить. Малок. Ага, это друг моя Фаяда. Группа Фаян, которые умудряются удерживать орду Малоков под своим контролем. Впрочем, твое задание выполнено. Ты очень ценный помощник. Может быть, у Джиере найдется для тебя работа. Пеленг махнул рукой на неприметную дверь за своей спиной. Но меня ты тоже не забывай. Я тебе хорошо заплачу, если ты мне поможешь. Чуть не забыл, вот твои деньги. 200 дабов. Забавно, мы потратили 300 в награду 200 все равно. Но можно было вполне бармена оглушить по голове доской, правда, в этом случае мы бы бутылку не получили и просто не потратили бы 200 дабов. А если бы мы прибыли потом к пеленгу, он бы сказал, что бармен не помнит тот, кто на него напал, но так как твоя протелка, то ты остаешься без жалования. Бармену не мог, как-никак, все-таки еще нужен. То есть, что в этом случае, что в том было бы 200 дабов по успешному выполнению данного поручения. Погнали дальше. Наконец-то покушаем тоже что-нибудь пожевать бутерброд с хлебом. Бутерброд с хлебом вам подали довольно быстро. Он представлял собой два куска хлеба, между которыми была тонкая прослойка хлеба. Все это было щедро посыпано хлебом, и несомненно было бы полито хлебом, если бы хлеб можно было лить. Вы с гордым видом проглотили бутерброд и почувствовали себя чуть более сытым. Давайте теперь яичницу попробуем. Согласно какой-то определенной рации, эта яичница была приготовлена со скорлупой. Вы попытались вынуть скорлупу, но хитрый повар похоже специально замешал ее вглубь яичницы, чтобы ее нельзя было вытащить. Довясь и хрипя, вы проглотили чудо яичницу и вздохнули с облегчением. Ермашель Ермашель, согласно меню, была каким-то пеленским блюдом. Вам принесли полную дымящуюся тарелку, и вы со страхом уставились на наполнявших ее белых червей. Они все были скользкие и чрезвычайно длинные. Вам показалось, что они шевелятся, переплетаясь в дымном облаке, окружающем тарелку. Зажмурившись, вы положили одного червя в рот и стали активно пережевывать, чтобы он не успел проесть вам щеку. Червь не оказал сопротивления и оказался довольно вкусным. Вы намотали всех червей на вилку и запихнули в рот с удовольствием пережевывая. Котлетки по-фаянски. Вы с удивлением уставились на тарелку, которые вам падали. На ней была крупная горка разных специй, а вот с самих фаянских котлеток что-то не было видно. Внезапно вас озарила догадка. Вы разметали гору специй в разные стороны и увидали на самом разжевали их и напрягшись съели все специи. Не пропадать же добру. Ну давайте поедим и остальное за компанию. Закажем суп убойный. В тарелке с супом происходило что-то ужасное. Он бурлил и булькал. Он вздувался крошечными гейзерами от переизбытка энергии. По его дрожащей поверхности то и дело пробегали электрические разряды. Лампы вокруг вашего столика замигали, воздух сгустился и из глубин тарелки послышался страшный нарастающий гул. Вы поскорее сунули ложку в суп и она кажется тут же начала растворяться. Стараясь не паниковать вы стали поглощать суп большими глотками. Вы осознали что делаете только после того как последняя ложка супа исчезла у вас во рту. Несколько секунд вы сидели молча не шевелясь а потом вся мощь замешанная в супе специи ударила вас изнутри. Через некоторое время вы снова обрели способность дышать и промокнули лоб скатертью. Острое это конечно хорошо. Иногда. Давайте закажем жареные грибочки. Вы облизываясь принюхались к полной тарелке жареных грибов. Аппетитные коричневые ломтики стекая соком и исходя одуряющим ароматом громоздились на тарелке одной аппетитной огромной кучей. Забыв про вилку вы набросились на тарелку и стали поедать ее содержимое удовлетворенно чавка и пыхтя. Скоро тарелка опустела и вы сыто откинулись на спинку стула счастливо вздохнув. Да жареные грибы это круто. Мясной пирог Вам принесли огромный пышный пирог Вы вонзили нож в румяный бок пирога и он пирог вдруг осел и уменьшился в размерах окатив у вас волной горячего пахнущим мясом воздуха. Похоже большая часть его начинки состояла именно из воздуха. Не отчаявшись вы отрезали себе большой кусок пирога и съели а потом еще один и еще и еще очнулись вы только тогда когда тарелка опустела а костюм рейнджера начал трещать по швам. Да хорошо что в квесте нельзя обожраться как в квесте парк аттракционов. Что ж пока мы есть ничего-то пока толком не будем давайте посмотрим что здесь есть в баре из напитков. Пиво старомолок Янвелп в очередной раз кстати в квесте Янвелп уже наверное в каждом квесте практически Кинза которое можно увидеть в квесте банкет и зеленый сюрприз зеленый сюрприз это кстати пеленский напиток который просто вышибает Что ж тогда откладываем книжку В принципе пока нам напиваться нет смысла Отходим от бармена подойдем к пеленгу спросим что у нас может хотеть еще Вы отыскали взглядом знакомым пеленга и подошли к нему Он заметив вас приветливо помахал вам рукой с зажатым в ней бокалом А друг мой рейнджер ты как раз кстати Скажи ты ведь пришел помочь мне правда Ага Замечательно Ну что же ты стоишь присаживайся Вы сели пригубив предложенный пеленгом напиток приготовились его выслушать Значит так Видишь того вон того гальца Спросил пеленг указывая на унылое сгоробившееся над столом существу самого выхода Это курьер Он должен доставить одну важную посылку от меня в библиотеку Но ты сам видишь в каком он состоянии Я несколько жалею что доверил груз ему Я хочу чтобы ты проследил за ним до самой библиотеки и убедился что все пройдет безупречно Договорились Договорились Сказали вы пожимая пеленгу правую нижнюю руку Он пригубил напиток из бокала который держал в левой верхней и помахал другой правой рукой как бы предлагая вам приняться за дело Вы отошли от его столика и уселись неподалеку от сагбенного гальца Ждем Вы подперев голову ладонью добрых полчаса ждали пока проклятый галец сдвинется с места Он долгое время сидел склонив голову помешивая стоящий перед ним газированный напиток трубочкой Когда последние пузырьки в напитке кончились галец оторвался от стула схватил кейс прижал его к груди и озираясь странными рывками двинулся к дверям бара Вы сквозь полумурак бросили взгляд на пеленга Тот кивнул вам Вы встали и направились к выходу вслед за гальцем Тот трусил по улице с таким видом что любому прохожему было ясно Этот гальц несет нечто чрезвычайно важное наверняка очень ценное и ему гальцу оторвут голову если он не сохранит это Вы чертыхаясь брелись следом стараясь казаться незамешанным в этой истории Впрочем это было нетрудно потому что потуги гальца выглядеть непринужденно затмевали ваши как свет солнца затмевает свет звезд Все произошло мгновенно Раздался выстрел эхом прокатившийся по улице Желтая гальская кровь плеснула на стену ближайшего дома и тот не дом конечно а гальец рухнул как бревно Кейс таймя упал на землю и иголка шлепнулся на бок Вы сорвались с места и в рекордно короткий срок преодолели разделявшую вас и Кейс дистанцию Схватив его за ручку вы поняли что неизвестный стрелок теперь попытается убить вас Что ж бежим ближайший переулок прикрываясь Кейсом Потому что Кейс стерпит Вы закрыли свой тыл Кейсом и бросились бежать рассудив что пулевые отверстия в Кейсе куда более приемлемы чем пулевые отверстия в вашей голове Кейс несколько раз больно ткнулся вам в спину показывая что в его пуленепробиваемую поверхность несколько раз попали Вы избежав ранения и достигли ближайшего переулка бросили взгляд на Кейс и увидели что пули повредили его стенку Похоже Кейс не настолько неуязвим как вам казалось Оглядевшись вы увидели что переулок уходит дальше теряясь в мрачном полумраке между домами Осмотрев переулок вы пришли к выводу что если вы побежите в том направлении то будете убийцей как на ладони Отвергнув этот вариант вы бросили взгляд под ноги и обнаружили там тяжелую чугунную крышку люка Давайте спрыгнем Оглянувшись вы увидели призанятнейшую картину Из дверей довольно высокого по местным меркам дома выпрыгнул человек с чем-то очень большим и крайне огнестрельным в руках Он бежал к вашему переулку расталкивая редких прохожих Вы широким прыжком переместились к люку заградились от мужика с пушкой кейсом и приняли стянуть на себя тяжелую чугунную крышку Крышка стала сдвигаться по асфальту с ужасающим скрежетом вызывающим некие неприятные ассоциации с зубов врачебным кабинетом В это время первая пуля попала в кейс Когда кейс покрылся множеством выбоя над пуль крышка наконец сдвинулась и вы нырнули в неизведанную темноту люка увлекая груз за собой Вашему ужасу кейс отказывался пролезать в люк Здесь нужно подумать головой Яростно обозвав себя несколькими чрезвычайно непечатными словами вы развернули кейс и без проблем протащили его в люк Преследователь разозленный торжеством вашей технической мысли и спустил вопль и стал палить в люк Но вы уже бежали прочь по тоннелю с кейсом в руках Добежав то изгиба тоннеля вы услышали влажный хлопок позади Это убийца спрыгнул в люк вслед за вами Вы прибавили скорости но преследователь на бегу вскинул свое оружие и попытался прицелиться в вас Вы увидели на сервер стене рядом с собой красную точку прицела весело перепрыгивающе то на вас то на стенку Мы сейчас прижмемся к стене Вы резко сбросились в сторону и выпущенная убийцей очередь просвистела мимо вас угодив лампу на потолке тоннеля Следом за звуком выстрела послышался звук выщелкиваемой обоймы Вознеся краткую молитву любому кто мог вас услышать вы сорвались с места и скрылись за поворотом тоннеля пока убийца пытался на ходу перезарядить свои орудия труда Спустя несколько чрезвычайно тревожных минут вы увидели за следующим изгибом тоннеля лучик света падающий сверху Хорошенько присмотревшись вы обнаружили ведущую к нему лестницу из металлических скоб Здесь как бы есть вариант безопасный и вариант веселый Вариант веселый состоит в том если мы лезем по скобам заслоняясь кейсом Вы уцепились за одну из скоб и поползли вверх исполняя сложнейший акробатический этюд заключавшийся в попытках одновременно не упасть вниз и спрятаться с забронированным кейсом Когда вы одолели половину лестницы подоспел убийца по достоинству оценивший ваши эквилиберистские задатки восхищенным вздохом поднял свою пушку и прищурившись открыл по вам плотный огонь Кейс с честью принял на себя выстрелы и аж затрещал от натуги К сожалению крайне неустойчивое положение на вершине лестницы не дало вам закрыться полностью и вашим конечностям тоже досталось Совладав с тяжелой крышкой люка вы выбрались наружу впихнули крышку на место и пришли в неописуемый восторг поняв что пока вы стоите на крышке убийца не сможет ее открыть Из-под земли послышался разъяренный вопль по крышке гулка простучала очередь пуль но она оказалась еще более непробиваема чем ваш кейс Немножко поразмыслив вы осознали что находитесь в крайне задающем положении Если вы сойдете с люка убийца тут же вылезет и пристрелит вас А если не сойдете Ну в общем если не сойдете то так и останетесь стоять на люке Что же делать Мы так и будем стоять Пока убийца гневно толкался в люк вы насвист вы оглядывались по сторонам в поисках выхода Оказалось что вы стоите посреди довольно оживленной улицы Прохожие бросали на вас подозрительные взгляды Впрочем вы бы тоже так посмотрели на измазанного в чем-то дурно пахнущем рейнджера который торчит как фонарный столб посреди дороги Что же подпринять А мы тогда останемся стоять Вы все стояли и стояли на люке наслаждаясь бесплодными попытками убийцы открыть люк когда из-за ближайшего дома вынырнул грузовик и понесли в вашу сторону Решив променять сомнительные прелести размазывания по ветровому стеклу грузовика на схватку с убийцей вы ловким прыжком покинули люк Крышка тут же распахнулась и убийца торжествующе направил на вас винтовку В этот момент на него наехал грузовик Немного поохов над тем что осталось от убийцы вы спешно покинули место происшествия Пора отправляться в библиотеку и отнести наконец чертов кейс Идем Вы вежливо постучали в двери библиотеки и вошли оглядывая сумарочное помещение заполненное рядами книг бумажных книг Мириады пылинок медленно плавли в воздухе Вам казалось что все до единой полки поскрипывают под переговаривающимися кидающим насторожные взгляды на гости книгами Потряся головой вы сбросили наваждение У дальней полки копался в книгах невысокий гайлиц Заслышав ваши шаги он обернулся и расплылся в улыбке Увидев в ваших руках кейс он обрадовался еще больше Принесли? Замечательно Очень хорошо Меня зовут господин Уук Я библиотекарь как вы наверное уже догадались У меня тут Начали вы поднимая кейс Гайлиц выхватил кейс из ваших рук и осмотрел его Ого Да вы похоже попали в переделку А что вы делали с кейсом? Стреляли в него? Посмотрим Посмотрим Он раскрыл кейс и уставился на содержимое Так хорошо Медленно произнес он через некоторое время Большая часть уцелела но хотя и ее славно потрепало В общем мне этого хватит Гайлиц прятал кейс в ящик стола Я могу уйти? Конечно Конечно Россия отозвался Гайлиц возвращаясь к книгам Вы тихонько прошуршали по ковру к выходу и покинули библиотеку Кстати если интересно что было в кейсе если бы кейс разбили выяснилось бы там что какие-то осколки стеклянные и провода В общем не знаю может быть техника какая-то непонятна Теперь возвращаемся в бар Кстати библиотека это место которое нам может еще потребоваться в Лос Дриме Но мы пока возвращаемся в бар И снова подходим к Пеленгу Еще на подходе к столику вы увидели как Пеленг машет вам рукой Отличная работа мой мальчик весело сказал он вам жестом предлагаю присесть Господин Уук позвонил мне и передал что ты доставил его заказ почти в целости и практически в сохранности Ты отлично поработал Я даже отсюда слышал пальбу Пеленг сделал неуловимое движение рукой и пачка банкнот проскользила по столу и прихнулась к вам на колени Галец которого вы мне поручили охранять мертв честно признались вы Пеленг махнул рукой Знаю этого следовало ожидать Не бойся никто тебе ничего не сделает за его смерть все уже улажено Джиерия Пеленг кивнул на скрытую в полумраке дверь за его спиной Лично выразил желание с тобой как-нибудь встретиться Так что не волнуйся Вот выпей лучше этого Пеленг щелкнул пальцами и из полумрака материализовался бармен мгновенно разливший по стаканам что-то зеленое и бурлящее Вы отхлебнули немного и громко и кнули Напиток явно предназначался для очень закаленного организма Немного поболтав с Пеленгом вы встали из-за его столика и вернулись к барной стойке Казалось бы иди прямо сейчас к Джоэре а вот нет нифига подобного К Джоэре нужно прийти полностью трезвым неусталым сытым и все такое То есть чтобы все параметры были в норме Это поможет Пока скажу что идем к Пеленгу еще раз Привет дружище Замахал вам Пеленг когда вы приблизились к его столику Ты пришел чертовски вовремя Скажи у тебя еще не иссякла потребность в дабах Дабы лишними не бывают Изыркли вы Превосходно А мне по-прежнему нужна помощь Сделай это задание и я тебя отпущу Договорились Давай Итак Продолжил Пеленг Значит слушай К моему увеличившему прискорбию И передать то трудно как мне жаль Недавно от отравления тяжелыми металлами выстрел из дробовика в упор Скончался мой старый друг и товарищ Андит Прими его Ил Он человек если тебе интересно Я просто обязан удостовериться в том что бедняга нашел вечный покой Ты должен поехать к Брайанской Вилли Это в пригороде Я дам тебе карту И проверить действительно ли он упокоился с миром Если это не так Сделай пару фотографий Сам ничего не предпринимай Просто сфотографирую ей Договорились? То есть мне нужно поехать в Брайанскую Виллу и проверить жив этот клоун или нет Если жив сфотографировать его Ты абсолютно верно все понял мой мальчик устало промолвил Пеленг Кстати днем туда даже не суйся Приходит только когда стемнеет Ну то есть после полуночи как я понимаю Сделаем это хорошо Теперь давайте покинем бар и заглянем в отель Снимем номер Кстати система гостиниц здесь работает так что мы снимаем номер на одну ночлежку То есть мы можем прийти переночевать как бы в любое время пока находимся в городе Но если мы платим за номер и уезжаем из города тогда наш контракт на этот номер как бы аннулируется и придется снимать его снова То есть пока вы в городе находитесь там же и ночуйте идем в номер и спим ну скажем до полудня Мы бодры и трезвы Отлично Покидаем мотель идем теперь в бар Сальери и навестим господина Джиери Вы прошествовали к неприметной двери у дальней стены бара и огляделись Никто на вас не смотрел все посетители были поглощены своими напитками точнее напитки были поглощены посетителями Вы осторожно приоткрыли дверь скользнули внутрь и сразу же наткнулись на широкий борт огромного бильярдного стола У другого конца стола возвышался галец облаченный в клетчатый жилет и рубашку А Пормортоэл обрадовался он при виде вас Будьте любезны закройте дверь и подержите мел Улчезарно улыбнулся он вам Вы взяли мел Галец снова склонился над зеленым сукном Кий изящно дернулся в его руках и вы лицезрели наиболее выверенный и просчитанный удар в бильярде изо всех что вам приходилось видеть Биток гулку отразился от двух бортов и столкнул в лунку сразу два шара Галец с довольным видом оперся о Кий и осмотрел стол на котором остался всего один шар с цифрой восемь вы повертели мел в пальцах Галец закончился зерцание стола и повернулся к вам про Мортейл как вы смотрите на то чтобы я поспорил с вами скажем на сто дабов что вы не сумеете забить последний шар в лузу с одного удара вы с сомнением посмотрели на бильярдный стол удар не из простых чтобы с ним сладить нужен абсолютный самоконтроль только усталости плохого самочувствия или скажем нетрезвости у вас ничего не получится соглашаемся потому что все параметры в норме вы максимально сосредоточились взялись за кей и стали приемериваться к битку Джейери маячил вас за спиной и молчал но молчал настолько ехидно что вы почти чувствовали исходящее от него пренебрежение к вашему бильярдному мастерству вы прицелились задержали дыхание и ударили раздался звонкий щелчок когда биток и шар столкнулись полированными боками и ваш удар завершился просто великолепно восьмерка прошла безукоризненно выверенные траектории и с триумфальным грохотом провалилась в лузу отлично ого восхитился Джейери проводив шар взглядом не хуже моего коронного вот ваши деньги вы с честью выигрывали пари вы горделиво улыбнулись принимая купюра речь идет о фаянине по имени Валинь безо всякого вступления начал Галлиц родился на Алганаке в 3268 году там же был обвинен в незаконном распространении психокинетического вооружения и приговорен к смертной казни несмотря на это он вот уже четыре года является весьма важным лицом фаядиноамдэй у него офис в деловом районе калам сити перед тем как идти туда загляните спусковой крючок я думаю вам уже доводилось бывать там я должен убить его сообразили вы да пармартелл вы должны убить его и пожалуйста никакой стрельбы я не хочу чтобы было много шума договорились я сделаю это для вас джейри я рад это слышать улыбнулся галец я никогда не попросил бы вас об этом дорогой пармартелл но мерзавец ва черный цветок в икебане семьи я заплачу вам достаточно если увижу в свежих газетах некролог поторопитесь же о кстати захватите этот переговорник я сообщу вам когда офис будет чист вы слегка поклонились джейри покинули его ярко освещенное убежище и снова оказались в сумрачном баре что же в лос-дриме нам пока делать нечего давайте ка мы поймаем тачку и поедем в калам сити что кстати забавно калам сити если бы переводить переводилось бы как город спокойствия там или спокойный город хотя собственно имена по сути не переводится но все равно ирония что нифига там не спокойно отправляемся сейчас в центр и идем давайте посмотрим что в пиццерии можно поесть кстати еще в калам сити из интересных мест как вы не забыли есть парк так вот в парке можно попробовать ночью погулять и встретиться с грабителем которого по идее можно было бы также победить в игре камень-ножницы-бумага снизить ему хп и отнять у него деньги и только вот нифига это не работает грабитель этот забагован и хп у него на данный момент насколько я знаю не уменьшается то есть ночью в парк ходить нет никакого смысла у вас хп уменьшаться будет и усталость у него нет то есть ничего это в итоге не даст мы же сейчас возвращаемся в центр и отправимся поедим в пиццерию давайте тоже по порядку все попробуем закажем хлебушек вы принялись прокладывать себе путь через море наполнивших пиццерию гуманоидов вы шли через их ряды как ледокол оставляя позади себя толпу возмущенных и ваша тактика уменьшалась успехом свободных столов не нашлось но вы встали около одного из них и стали шумно чесаться вслух жаловясь что космическая чума что-то совсем расшалилась стол упустил как по волшебству и вы с удовольствием уселись за него придвинув к себе меню как ни странно в пиццерии был всего один вид пиццы пиццы с сыром остальные блюда к пицце имели весьма отдаленное отношение вы мысленно расположили продукты в порядке питательности что же давайте по порядку все попробуем хлебушек официант честно предупредил вас что хлеб у них несколько лежалый но вам так захотелось ржаного хлебушка что вы согласно махнули рукой как оказалось зря на хлебе колыхались на ветру густые заросли плесени в которых наверняка уже зародилось племя каких-нибудь примитивных пигмеев покопавшись в хлебных корках вы выбрали одну не очень заросшую и с аппетитом ее сживали точнее загрызли огуречный салатик насылаться огурцами вы покосились с недоверием напряженно сжав вилку в руке вы смотрели на огурцы огурцы в ответ таращились на вас своими зелеными овалами проиграв раунд в голеделке вы зажмурившись схрумкали один огурец и обнаружили что это не так уж и страшно оживившись вы съели все огурцы и вылезли посудину из-под них пицца с сыром пицца с сыром оправдала свое название в ней был круг теста в форме пиццы и был сыр и больше ничего не было удивившись аскетичности местных поваров вы быстро уговорили сырное недоразумение и откинулись на спинку стула домашние кисели домашние кисели разносили в высоких пластиковых стаканах вы попытались отпить но ничего не получилось тогда вы перевернули стакан над столом из него как живая выпрыгнула желеобразная субстанция хранящая форму стакана отпружинила от столешницы и ускользнула под стул чертыхнувшись вы полезли за киселем под скатерть добравшись до него вы поскорее запихнули его в рот пока он не выкинул еще что-нибудь и проглотили вот самое классное пожалуй блюдо которое здесь есть протопузырь в маринаде протопузырь в маринаде был заявлен как главное блюдо заведения на деле он оказался неприятно пульсирующим шаром размером с хэтчбольный мяч покрытым сосудами вы разрезали протопузырь на тонкие ломтики и попробовали один из них попреки ожиданиям он не напоминал по вкусу курятину он был точь-в-точь как протопузырь в маринаде протопузырь насколько я помню это что-то что выпадало из колесана в первой части так что вот такой прикол закажем морской обед содержимое морского обеда который поставил перед вами сноровистый официант явно все еще доживало свои дни воткнув ложку в обед вы некоторое время сражались за обладание с какой-то подводной тварью которая оказалась куда более живой чем выглядела и пахла одержав победу вы быстрыми взмахами подбросали месиво себе в рот месиво с обеда и пнуло у вас стенку желудка ну и можно так же заказать биштекс официант потея от натуги притащил заказанный вами биштекс и вывалил его на стол биштекс волиготно разлегся по всей столешнице свесив края вы аккуратно потыкали его вилкой в ответ он брызнул жиром вам в глаз решившись вы сняли со стены пожарный топорик и принялись рубить биштекс как дрова проглатывая большие куски скоро биштекс кончился и вы почувствовали себя просто чрезмерно сытым что ж покидаем пиццерию как раз время видено и идем теперь в больницу навестим оружейный салон снова скажем что нас прислал Джиере по поводу господина Ва и Ленг посерьезнел ммм господин Ва понятно он пошарил подстойкой и достал лист бумаги вы подошли поближе и нагнулись над ним вот план офисного здания в котором работает Ва Лень знаешь Джиере подозревает что именно Ва Лень виновен в убийстве руководителя отдела сдерживания так это или нет но Ва Лень бельмо на глазу Джиере он приложил немало усилий чтобы достать информацию и у него это получилось мы скопировали ключи от офиса Ва Ленг протянул вам крохотную карточку с магнитной полосой важно чтобы ты не находился в офисе Ва в момент его убийства поэтому ты должен проникнуть туда заранее и приготовить ему ловушку Джиере говорил тебе что не должно быть шума ага кивнули вы ну вот и замечательно я поразмыслил и достал для тебя пару игрушек надеюсь они тебе пригодятся Ленг совершил очередной рейд подстойку и вытащил коробку из которой стал доставать игрушки Ядовитый газ моментального действия вызывает замыкание мозговых клеток фаян для прочих раз безвреден На стойке появился невзрачный металлический цилиндр с распылителем Дальше жидкий яд принимается вовнутрь смертелен при любых количествах но быстродействие зависит от дозы Рядом с цилиндром возник пузырек округлой формы Что еще? Ах да Это Филенг продемонстрировал вам черный пластмассовый куб Моя гордость Это зажигательная бомба Совершенно бесшумно не громче чем удар меча Пол Зато эффект посерьезнее будет если на тебе нет огнеупорного костюма Здесь в принципе взять можно все что угодно зачтется все если правильно это применить Ну я для прикола люблю здесь брать им на бомбу Постарайтесь не оплошать Пормотайл Доброжелательно сказал Пилен когда вы сделали свой выбор Джерри кажется весьма добродушным но он очень очень не любит когда его ожидания не оправдываются Желаю вам удачи С этими словами он проводил вас к дверям и чрезвычайно вежливо вытолкнул наружу Что же покидаем больницу теперь идем в деловой район в офис Валиня Сверяясь с картой которую дал вам хозяин спускового крючка вы отыскали неподалеку от здания правительства офисное здание где располагалась резиденция в Валиня Это был высоченный узкий небоскреб с зеркальными стенами в которые можно было глядеться Вы поправили прическу посмотрев на свои отражения в стене и вошли в главные двери К счастью в здании был свободный допуск и молоки охранники грозно скрестившие руки на груди ограничились тем что бросили на вас неприязненный взгляд Вы вышли в центр холла и огляделись Похоже все местные клерки занимались тем что бегали туда-сюда с толстыми кипами бумаг периодически сталкиваясь роняя свои ножи и помогая друг другу их поднять удивившись самоотверженности с которой они предавались своей работе вытаскали лифты и поднялись на 207 этаж где согласно плану располагался офис в Алине Шахта лифта проходила через самый центр здания и вы покинув лифт оказались в середине 207 этажа Этот этаж представлял собой один очень длинный коридор который угловатой спиралью расходился из центра края Выйдя из лифта вы чуть не не натолкнулись на уборщицу Это была молокша пожилая и подслеповатая О, кстати вот вам и вторая формулировка того, как молоков называются женщины Швабра сжатая в ее морщинистой руке походила на вырванную с корнями пальму К своему ужасу вы увидели что молокша обходит с дозором все офисы на этаже Вы уже было собрались подождать пока уборщица обработает офис Валения но тут загудел переговорник который дал вам Жейри А, Пумертейл пропел в наушнике его жизнерадостный голос Я бы на вашем месте поторопился Валень уже направляется к зданию Не задерживайтесь там очень вас прошу Вы стиснули зубы Придется устраивать ловушку для Фуянина практически на глазах уборщицы Ну что ж вперед Идем в офис Вы быстрым шагом пронеслись мимо одного из кабинетов где уборщица как раз мечтательно смахила своей шваброй компьютер со стола на пол и побежали по коридору отыскивая офис Валения Офис оказался в удручающей близости от дислокации уборщицы Вы поспешно черкнули по замку карточкой которую вам выдал хозяин спускового крючка и проскользнули внутрь Кабинет был обставлен весьма аскетично В нем было не так уж много мест где можно устроить для Фаяни на ловушку Идем сразу в туалетную комнату Фаянский туалет был весь выложен блистающей белой плиткой В нем была раковина вполне заврядного вида висящее над ней устройство для сушки рук и собственно туалет крайне необычной формы подойдем сейчас к устройству для сушки рук вы смотрели устройство для сушки рук и не найдя ничего интересного сняли с него крышку немного покопавшись в его внутренностях вы обнаружили флакончик с какой-то жидкостью обонятельный анализ показал что эта жидкость является чем-то вроде духов и по видимо распыляется с теплым воздухом на руки пользователя заменяем флакончик на зажигательную бомбу вы выдрали с корнем флакончик с духами и приспособили на его место бомбу совершив свое черное дело вы очень аккуратно покинули кабинет как раз вовремя стоило вам отойти от двери как в конце коридора появилась уборщица вы отошли от нее на безопасное расстояние и постучали по переговорнику порядок шепнули вы в микрофон отлично отозвался Джейери выходи из здания мы будем транслировать тебе на переговорник картинку с камер наблюдения в офисе вы отправились к лифту и нажали на кнопку вызова дверь открылась вы уже собрались зайти внутрь когда увидели что в глубине лифта стоит какой-то фоянин приглядевшись вы едва не задохнулись от ужаса это был Валень он знает обо всем обмирая подумали вы вы открыли рот чтобы сказать что-то в оправдании но Валень дружелюбно кивнул вам вышел из лифта и пошел по маяховая кейсом в свой кабинет утерев пот со лба вы выбрались на улицу и вытащили переговорник на крохотном экране в самом деле виднелась картинка с камер в офисе вы пригляделись уборщица открыла дверь кабинета и принялась усердно намывать пол равномерно размазав грязь по полу она пошарила в кармане вытащила пульт от кондиционера и включила его кондиционер весело зажужжал уборщица подошла к столу осмотрела его на предмет пятен и на диагонах украдкой глянула по сторонам и отхлебнула из стакана который стоял на столе потом она заглянула в туалетную комнату и покинула офис вот так-то уборщица пускайте к себе скоро вошел сам Валень он спокойно уселся за стол и включил компьютер некоторое время он работал с ним потом нагнулся и открыл ящик стола из которых взлег большую бумажную книгу педантично облизнув палец он принялся листать книгу потом потянулся к стакану и осушил его через некоторое время стакан дал о себе знать военин оторвался от стула и отправился в туалетную комнату когда жуткие звуки прекратились вы заставили себя снова посмотреть на экран Валень помыл руки потом потянулся к сушилке и включил ее весь туалет потонул во вспышке света когда свет слегка потускнел вы увидели на месте в Валене небольшое круглое озеро покипящего пластика от военина совсем ничего не осталось из наушников вновь послушался голос Джейери отлично помартайл возвращайтесь в Лос Дрим я жду вас к слову про флакончик с ядом если капнуть малую дозу в стакан именно малую дозу а не весь тогда молокша бы попила но она бы не погибла от этого вот Фуян если бы оттуда попил был бы ему каюк также можно было яд приспособить вместо вот этих самых духов тогда бы он тоже слой яда получил бы себе на руки облизывал бы там палец пока листал какие-то бумаги и тоже был бы ему каюк также насчет баллончика с газом ядовитым для Фуян можно было его пристроить в кондиционер а можно было положить в ящик стола чуточку приоткрыв тогда бы этот газ потихоньку выходил и когда Фуянин открыл бы ящик то получил бы облако этого газа в лицо сразу и тоже бы погиб и так далее кстати можно наведаться в банк банк Калом Сити напоминал крепость рядом с каждой дверью торчало по два чрезвычайно широкоплечьях молока каждый был вооружен ужасным отливающим сталью и оружием со множеством стволов кассиры банкомата были отгорожены от посетителей толстыми решетками вы не удивились бы узнав что через них пропущен ток пробеет свирепов взглядов охранников вы подковыляли к одной кассе где натолкнулись на тяжелый взгляд обслуживающего его ее человека обмен кредитов на дабы по курсу десять к одному обратный обмен по курсу один к одному прорал кассир вам навстречу но это же грабеж возмутились вы охранники рефлекторы надернулись выбирайте операцию или очистите помещение выпучив глаза выкрикнул кассир и собственно здесь мы можем поменять свои кредиты на дабы а в конце задания мы автоматом поменяем дабы на кредиты наоборот но сейчас это не имеет особенного смысла в здание правительства днем мы не попадем никак поэтому отправляемся в центр кстати мы могли бы все-таки ломануться в здание правительства днем там бы жизнерадостные веселые молоки нас бы жизнерадостно расстреливали отлично отличный сход что же теперь давайте не будем терять время отправимся допустим куда-нибудь в район развлечений в отеле снимаем там номер поднимаемся идем и поспим скажем ну до вечера еще три часика спускаемся на первый этаж и покидаем отель сейчас отправимся пешочком в пригород как раз почти к полуночи успели ну и давайте пока сходим в закусочную можем посмотреть что там нам дают также здесь есть бар в пригороде закусочная мак-мак встретила вас неживым светом многочисленных ламп ужасающей бренчащей мелодии с приемника и замызганным полом забросанным пакетиками из-под чипсов и стаканчиками из-под колу-коки вы пробрались мимо столиков с редкими посетителями к прилавку где возвышалась огромная человеческая баба при виде вас она суровым жестом надвинула на глаза фирменную кепочку мак-мака и старательно улыбнулась вас бросила в дрожь что будете заказывать стакан колу-коки как ни странно тоже считается едой перед вами оказался пластмассовый стакан до половины наполненный тепловатой коричневой водицей из которой поднимались вверх редкие пузырьки газа вы без особого восторга перелили содержимое стакана в свою глотку и громко сказали окружающим бурб бобящий официант вежливо похлопала закажем картошку слэйв картошка слэйв потому что такой жирный жирный камень в сторону картошки фри если перевести обратно картошка слэйв разносилась в небольших картонных стаканчиках вы вытащили одну палку картошки слэйв и печально уставились на нее она была морщинистая и унылая ее концы вяло свесились вниз когда вы подняли ее за середину чтобы проглотить влюбовавшись на стекающей неопознаваемыми жидкостями ломать вы положили его в рот тщательно прожевали с тем же успехом вы могли бы есть вымоченный в масле кусок картона есть кетчуп бургер кетчуп бургер выглядел очень представительно он был заключен в румяную булочку посыпан зеленью и сосочился кетчупом вы приоткрыли его чтобы посмотреть какая у него начинка но не увидели ничего кроме кетчупа пожав плечами вы смачно укусили кетчуп бургер с обратной его стороны тут же выплеснулся мощный поток кетчупа и сбил парик сидящих перед вами дамы через несколько минут полный их истерических криков и сердечных извинений все наладилось давайте закажем фрозенкат думаю тоже вполне понятно на что ссылочка вы опасливо оглядели фрозенкат со всех сторон он представлял собой булку с двумя отверстиями по краям в которой что-то было запечено вы заглянули в одно из отверстий оттуда на вас пялился скорбный покрытый инием глаз из другого отверстия торчало мохнатое кошачье ухо вы зажали нос закрыли глаза и несколькими стремительными движениями сживали фрозенкат он глупо бухнулся на дно желудка и упокоился там такая вот шаверман наоборот аркхбургер вы подозрительно оглядели аркхбургер он выглядел вполне пристойно он был большой вкуснопахнущий и сочный сочтя его безопасным вы схватили его и впились в его манящую поверхность «аркх» крикнули вы ощупывая поврежденные зубы в конце концов вам удалось съесть аркхбургера при помощи миниатюрной циркулярной пилы есть гр-бургер гр-бургер выглядел очень грозно Он свирепо таращился на вас помидорами, облизывался огурцом и щелкал сухарями Вы некоторое время хищно кружили вокруг стола, стараясь подгадать момент, когда Гаррбургер отвлечется В конце концов вы не выдержали и набросились на него Гаррбургер попытался откусить вам язык, но его барона была быстро сломлена А есть еще Всебургер Всебургер возвышался над вашим столиком, как небоскреб Он бросал на вас широкую прохладную тень Вам очень хотелось его съесть, но вы боялись притронуться к нему, опасаясь нарушить его шаткий баланс Потом вы встали на стул, дотянулись до верхнего яроса Всебургера и съели его Потом съели ярос пониже, и еще, и еще Скоро Всебургер закончился, и вы повалились на стул, зарекшись есть бургера до конца жизни Ну или до тех пор, пока не проголодаетесь Можно посмотреть, что в баре предлагают Яблочный экстракт, кстати, если попробовать его выпить, будет отсылочка на квест Страшная Смерть С кислотой, которая там по-своему называлась Белый губзавор, ну так себе Фуянская разноцветная, типа нормальная сначала Но кислючая, как кислота в конце А гальская грязогонная, там бы привиделся миниатюрный тирон, которого над стаканом надо было выщелкнуть пальцем И всякие глюки, в общем, от этого Так что вот так Что же, теперь время идти к Брайанской вилле Брайанская вилла была весьма необычным строением То был длинный двухэтажный дом, снабженный удобствами вроде вертолетных площадок на крыше Гаражей, бассейнов и полей для игры в мини-квази-гольф Везде, на лужайке, на крыльце, на дорожке, ведущей к воротам Кучковались подозрительные личности Обладатели кожи разных цветов Все они на первый взгляд ничем не занимались И все они беззаботно помахивали пистолетами и автоматами Вам подумалось, что лучше не быть врагом этой, кажется, организации А то и вовсе не иметь с ней делу Ну и, кстати, Пригород — это такое местное гетто Тоже с такой жирной отсылочкой на всяких рэперов и прочее-прочее Тоже занимаем место, помеченное на карте Вы влезли на покатую крышу дома, помеченного на карте И развернули фотоаппарат в сторону Брайнской виллы Разобравшись с зумом, вы направили объектив на одно из окон И внимательно вгляделись в картинку Увиденное вас несколько смутило Густо покраснев, вы стали переводить фотоаппарат с окна на окно Пытаясь найти действие, отличное от того, которое вы только что лицезрели Наконец, вам это удалось За очередным окном по комнате расхаживал человек Вы сравнили его лицо с фотографией, которую вам дал Пеленг И совершенно однозначно убедились в том, что перед вами безвременно ушедший друг Пеленга Вы уже собрались фотографировать, когда рядом с вами что-то замигало Вы оторвались от фотоаппарата и со злостью вставились на уличные фонари Он был испорчен и хаотично мигал, мешая вам сделать фотографию Вы вытащили инструкцию от фотоаппарата и принялись ее изучать Похоже, вам нужно вручную настроить яркость Суть в том, что памяти фотоаппарата хватает на 5 кадров Нужно сделать не менее трех нормальных фотографий Чтобы они сошлись по яркости С яркостью непосредственно фонаря Которая периодически будет меняться Что ж, пытаемся сделать снимок Яркость не стоит выставлять в положение 1.5 Это совершенно бессмысленно И если фонарь совсем погас, допустим Лучше повременить Время до рассвета у нас все еще есть Четвертое положение Ну давайте, наверное, повысим яркость Повременим Вот 4, да? Хорошо 4-4 совпало Делаем снимок Отлично все получилось Так Погас Повременим Опять у нас четверть силы Но тут уже сами смотрите Как бы по динамике У вас положения могут быть Немножко другими Здесь и рандом все равно Но общий принцип такой же примерно То есть совпало то, совпало это Делаем снимок Так, опять он совсем погас И я вот жду, что будет дальше И снова он, кстати, на четвертый Вот мне повезло Даже не пришлось менять ничего Делаем снимок Три фотографии есть Но можно сделать даже еще Теперь яркость понизим Вот только понизила Она, блин, повысилась Ладно, сделаем еще Хотя, как говорилось В принципе, нам нужно 3 Но можно сделать и 5 при желании Что ж Память о фотоаппарат окончается За фотосессию заканчиваем И Все отлично получается Все эти фотографии Теперь Поскольку машину не поймать Мы, пожалуй Пойдем В гостиницу И там снимем номер Там портье Разглядывал какой-то журнал Непристойного содержания Да и номер сам так себе Но до утра поспать В принципе, пригодится Покидаем гостиницу Можно Поймать тачку Что же Едем в Lost Dream Теперь Сходим в бар Там Поедим И даже Попьем Я, пожалуй Закажу себе Кинзу И Давайте Пожуем Допустим Котлетки По-фаянски Угу Сыты Здоровы Отлично Теперь Возвращаемся К господину Джиере И к Пеленгу Ну, первым можно В принципе К Пеленгу Фотографии есть? Спросил Пеленг Когда вы подошли К столику Высели рядом с ним Порылись в кармане И щелчком Отправили к Пеленгу Через стол Три самые лучшие фотографии Он поймал их Тремя руками И поднес к глазам Замечательно Друг мой Превосходно Я доволен Он убрал фотографии В карман И достал Откуда-то Три больших банкноты По сто дабов каждое Вы с благодарностью Схватили награду Ну что ж, Рейнчер Сказал Пеленг Раскурив очередную сигару Больше мне нечего Тебе предложить Спасибо за работу Теперь обращайся К господину Джиере Вы уверенно Открыли дверь Ведущую бильярдную Джиере И несколько опешили Бильярдного стола Здесь уже не было Зато на полу Лежали маты По которым Скакал Затянутый Белый Джиере Фехтующий С каким-то Пеленгом Они сражались На шоковых шпагах Одна в руке Джиере Две в правых руках Пеленга На ваших глазах Джиере парировал Удар Пеленга И уколол его В верхнее плечо Шоковый разряд Тряхнул Пеленга И тот выронил Шпаги Джиере церемонно Поклонился противнику И сошел с матов Вам навстречу Урмортайл Наконец-то Обрадованно Начал он Поднимая маску Я видел Как вы Выполнили Мою просьбу Просто великолепно Он жестом Фокусника Извлек Откуда-то Пачку Банкнот Это ваше Вознаграждение Вы Пересчитали Деньги Пятьсот Дабов Вы мне Еще понадобитесь Сказал Джиере Извлекая Из воздуха Еще одну Купюру Вот Закажите Себе Самое Лучшее Пойло Которое Найдете В этом Городке А потом Когда Освободитесь Приходите Снова С вами Приятно Работать Он Снова Надвинул Маску На лицо И Вскочил На маты Пеленг Уже Стоял Напротив Него Теперь Вооруженная Четырьмя Шпагами Возвращаемся Спрашиваем Что Он хочет От Нас Снова Вы Привычно Отворили На себе Дверь Убежище Джиере И скользнули Внутрь Забавно И Если Мы Сделали Это Прям В тот же Момент Вы Очень Вовремя Порно Тейл Как Всегда Пропил Джиере Хватая Вас За Плечо У 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 Калам Сити Это Будет Совершенно Варварское Вооруженное Нападение Поскольку Силы Правопорядка Калам Сити В связи С недавними Событиями Практически Беспомощны Мы Намерены Вмешаться Сами Вы Должны Помочь Ударной Группе Семьи Корлеона Они Сейчас Ожидают Вас В гараже На заднем Дворе Бара О чем Сказать Это Миссия Которую Не Следует Проваливать Если Вы Оплошаете В общем Лучше бы Вам Справиться У Меня Нет Выбора Хмыкнули Вы Галец Промолчал Что Ж Я Сделаю Это Галец Удовлетворенно Похлопал Вас По плечу Я Не Сомневался В Вашем Благоразумии Пар Муртео Не Беспокойтесь Семья Корлеона Всегда Награждает По заслугам Вы Получите Сумму Которая Полностью Купит Ваши Услуги Желаю Вам Успеха Успех Моя Крада Города Заявили Вы Покидая Убежище Джейери Я Не Просто Так Зашел Перед Выполнением Задания В бар Чтобы Принять Чего Нибудь Это Понадобится Чтобы Показать Вам Нестандартный Способ Выполнения Задания О котором Если честно До сих пор Не знал И Только Узнал Вот На днях Следуя Совету Джейери Вы Обошли Бар И увидели На заднем Дворе Пристройку Двери Были Открыты И Внутри Что-то Грохотало Из-за Вывала Вы Вошли В слепящую Темноту Гаража И Кто-то Тут же Схватил Вас За плечо Двумя Руками Причем Судя По ощущениям Обе Руки Были Левые Это Ты Тот Бедолага Которого Назначил Джейери Эм Да Не Стали Спорить Вы Садись Предложил Пеленг Указывая Куда-то Вглубь Гаража Ваши Глаза Уже Попривыкли К темноте И Вы Разглядели Несколько Глайдеров На которых Восседали Вооруженные Гальцы И Пеленги Нетерпеливо Постукивающие Пальцами По рулям Вы Помахали Им И Заняли Пустой Глайдер Группа Выехала Из Гаража И Устремилась К шоссе На Колм-Сити Вы Выехали Следом Глайдеры Сразу Развили Огромную Скорость И На Горизонте В считанные Минуты Нарисовались Небоскребы Города Ваша Группа Остановилась В нескольких Улицах От Центрального Банка Пеленг Спешился И Подозвал Вас К себе Значит Так Пормертейл Сказал Он Хлопая Себя По Карманам Из Одного Он Достал Странный Предмет Напоминающий Стандартный Боевой Бластер У Которого Ствол Заменен Связкой Тонких Металлических Стержней Это Универсальный Тактильный Механический Взломщик Предположительно Карл Стрит Будет Использовать Для перевозки Награбленного Сейфа Их Тайна Будет Открыть Пользоваться Взломщиком Элементарно Вставляешь Сканер В замок Керенг Нажал На то Что Обычного Бластера Могло Сойти За Курок И Один Из Стержней Со Щелчком Выдвинулся Вперед И Начинаешь Вращать Его По Часовой Или Против Часовой Стрелки Если Перепутаешь Направление Сканер Может Сломаться Тут Конечно Есть Запас Сканеров Пять Штук А Это Не Так Уж Много Ах Да Он Отстегнул От Пояса Настоящие Бластеры Передало Его Вам Тебе К Центральному Банку Подкатил Приземистый Бронированный Гравикар Вывалившие Из него Люди Похоже Составили Свой План Действий Будучи Под Впечатлением От Какого-то Древнего Боевика Они Принялись С упоением Крушить Стекла Полить Воздух И Рать Лозунги Вроде Лежать Пока Твоя Дурная Башка Еще Цела Или Эй ты Жирный Кассир Тащи Сюда Свою Задницу И Отвалив Этот Мешок Побольше Денежат Он Ворвался В помещение И оружие Вытащения Совершил Для Отомщения Меньших Больших Средний Зол Горло Грозно Прочистил Произвел Полюстри Выстрел Дав Совет Резонный Быстро Всем Откнуться Морды В пол Грустно Продекламировал Один из Гальцев Вашей Группы Которого Все остальные Звали Лайтом Они Выходят Рыкнул Пеленг Довавшее Вам Наставление И в самом деле Из дверей Банка Показались Бандиты Они Похоже Намеревались Отстреливаться Но не Было Никого Кто Хотел Им Помешать Слегка Разочарованы Они На всякий Случай Расстреляли Рекламный Плакат Охранного Агентства На котором Человек В форме Радостно Улыбался Кружающим И Принялись Грузить В свой Броневик Вырезанный Стеной Сейф Со Здоровенным Куском Бетона Справившись С этим Атлетическим Упражнением Гангстеры Попрыгали В броневик И покатили Прочь Показывая Неприличные Знаки Посетителям Банка Которые Уже Поднимались С пола С безучастными Выражениями Лиц Людей Которых Грабят На утренней Пробежке Во время Похода В булочную И в момент После Обеденного Сна Вперед Тихо Произнес Главный Пеленг Все Глайдеры Сорвались С места И вы С трудом Поспели Следом Броневик Едва Успел Добраться До Городской Окраины Пока Когда Глайдеры Вашей Группы Нагнали Его Твой Выход Пормартейл Прорал Пеленг Пытаясь Перекрыть Шум Ветра Тем Временем В крыше Броневика Открылся Люк Из которого Высунулся Вольный Лучемет Он Принялся Полить По Глайдерам Подкрепляя Действия Смачными Выражениями Пилоты Глайдеров Ответили Ему Слаженным Огнем Плазменников Давайте Прикончим Этого Маньяка С лучеметом Вы Некоторое Время Колебались Стараясь Решить Какая Задача Более Приоритетная Управлять Глайдером Или Полить В псих С лучеметом В конце Концов Вы сделали Единственный Правильный Выбор И поступили Как нельзя Более По-рейнджерски Вы Отпустили Руль Глайдера Вскинули Обеими Руками Бластер И Пальнули Неглядя Оставшийся Без управления Глайдер Вильнул В сторону И Асфальт В том Месте Где Вы Только Что Были Скипел От Попавших В него Лучей Ваш Единственный Пущенный На удачу Выстрел Попал Маньяку Точно В голову Он Выронил Лучемет Который Прогрохотав По крыше Броневика Упал На асфальт И Стал Заваливаться Вперед Прямо На вас Второй Раз Удача Вам Уже Не Улыбнулась Уша Маньяка Рухнула Прямо На ваш Глайдер У вас Тряхнуло И вы С размаху Ударились Головой О руль Маньяк Величаво Соскользнул С глайдера И остался Где-то Позади Вы Выкрикнули Ему Вслед Что именно Думаете О его Родственниках После чего Стерли с лица Кровь И подвели Глайдер Поближе К броневику Высадка На крохотном Подножку Под дверью Броневика Показалась Вам Прогулкой По парку По сравнению С попыткой Выйти на орбиту В нетрезвом виде И не сбить Луну Такие попытки Вам доводилось Предпринимать После успешного Выполнения Сложных заданий Эй Герой Прокричал Пеленка Едущий Прямо За броневиком Впереди По дороге Фаяда Готовит Засаду Ты должен Управиться До этого Понял Вы Установили Шаткое Равновесие На крохотной Подножке Ряд под дверью Броневика И стали Раздумывать Как вам Эту дверь Открыть Самый Нормальный Вариант Это Расплавить Петли С помощью Бластера Тогда Мы не Получаем Кучу Расплавленного Металла В лицо Плавится Все Довольно Хорошо Внутри Сидит Человек Который Пытается Открыть Сейф Естественно Сейф Там Не Был Без Охраны Самый Нормальный Вариант Сражаться Здесь С ним Это Прыгать В сторону Одновременно Стрелять Из Бластера Как бы Менее Всего Мы Так Получаем Тоже Такая Своеобразная Камень Ножницы Бумага Но Менее Кровавый Вариант Для Нас Отлично Что Же Теперь Мы Сохранили Некоторую Часть Здоровья Хотя И Ранены Наша Задача Сейчас Будет Вовсе Не Открыть Сейф А Сломать Все Сканеры Как Это Странно Бы Не Звучало Почему Так Сейчас Покажу Дело В том Что Сейф Конечно Ж Реально Взломать Но У Нас Ограничено Время Полчаса Нам Дается Даже Чуть Менее На Взлом И Совершенно Не факт Что Вы Сделаете С первой Попытки И Даже Что Сделаете Это С третьей Попытки То есть Время В любом Случа Может Кончиться Хотя У меня Получалось Здесь Несколько Раз За Время Прохождения Квеста И Открыть Этот Сейф Но Открыть Его Намного Менее Вероятно Чем Не Открыть Поэтому Я Сейчас Специально Какое-нибудь Неверное Направление Выберу Потому Что Это Надежно Как Швейцарские Часы Так Влево Влево Неверная Последовательность Хорошо Быстро Все Поворачиваем Ломаем Все Сканеры Намеренно Вы В отчаянии Потрясли Взломщик Все До Единого Сканеры Переломаны Сейф До Сих Пор Не Открыт Покачав Головой Вы Убрали Взломщик За Пояс И Побрели По Трясущемуся Дну Козова К Дверцам Броневика Открыв Их Вы Обнаружили Что Пеленг Предводитель Группа Едет За Броневиком Практически Касаясь Его Носом Глайдером Мне Кончили Сканеры Крикнули Вы Старой С Перекрыт Шум Ветра Вот Черт Рыкнул Пеленг Ладно Есть Еще План Кабину Водителей Кузов Разделяет Тонкая Перегородка Ее Легко Можно Пробить Из Бластера Попробуй Застрелить Водителя Сквозь Нее Автоматика Должна Остановить Броневик Если Водитель Перестанет Подавать Признаки Жизни Вы Вы Неуверенно Потыкали В нее Стволом Бластера Ладно Была Не Была Вы Наугад Приставили Бластер И Нажали На Спусковой Крючок Бластер Легко Пробил Стенку Несколько Мгновений Ничего Не Происходило А Потом Броневик Резко Вильнул В сторону И Стал Заваливаться На Бок Одна Из Стен Превратилась В Пол Который Вы Здоров Ударились Головой Похоже Своим Выстрелом Вы Повредили Бортовой Компьютер Броневика Насколько Вы Могли Судить Кувыркаясь В скрипящем Внутри Фургона Он Сошел С дороги И Сейчас Бесконтрольно Катился Судя По Всему С горы Скоро Вас Уже Начало Подташнивать От Бесконечного Кручения Но Тут Фургон Крепко Что-то Вырезался Послышался Виск Сминаемного Металла Потом Вы Увидели Стремительно Надвигающийся Потолок И От Удара Потеряли Сознание Кто-то Громко И Жарко Дышал Вам В ухо Вы Открыли Глаза Чтобы Разглядеть Обидчика И Навешать Ему Люлей И Вдруг Кто-то Лизнул Вас В щеку Языком Размером С Вашу Ладонь Сфокусировавшись На Окружающем Мире Вы Увидели Хищник А Вы Даже Не Сумеете Воспротивиться Внезапно Морда Отдвинулась Куда-то В сторону И На Ее Месте Возникло Человеческое Лицо Человек Вдруг Он Из Банда Карл Стрит Наверное Он Выследил Вас И Теперь Хочет Отомстить За попытку Уграбить Броневик Ну Здесь Ничего Подпринимать Не Будем Стрелять Не Нужно Это Важно Э Да Тебя Я Погляжу Знатно Приложило Вчастливо Заметило Лицо Где Я Задали Вы Обязательно В таких Ситуациях Вопрос Это Человек Повел Рукой Моя Ферма Я Развожу Тут Овороков Их Мясо И молоко Гораздо Вкуснее Синтезированных Продуктов Кстати Если Овороков Прочитать Наоборот Будет Вполне Понятно Кого Он Тут Разводит Как Я Сюда Попал Продолжили Выследовать Традиции Да Если Б Я Знал Весело Отозвался Человек Я Сидел Вон Там Мирно Под Стадо И Вдруг Со Стороны Шоссе Что-то Как Загрохочет Один Мой Оборок Матерый А Кнерупа Его Имя Да Кнерупа Это Тоже Можно Прочитать Наоборот Я За Ним Гляжу А тут Бандурен Лежит Рядом Ты Вы Обернулись И посмотрели На то Что осталось От Броневика Он Был Смят И Скорежен Но Его Грузовой Отсек Пострадал Несильно Дохромав До задних Дверей Вы Убили Что Сейф Выглядит Так Будто Ничего Не Случилось Мне Нужно Позвонить Сказали Вы Фермеру Ха Ты Чертавски Не вовремя Парень Мне Буквально На Днях Накрылась Видеофонная Тарелка Не Получится Позвонить Вы Вспомнили Курсы Юный Радиокрушитель На Который Ходили В Школьные Годы Давай Я Взгляну На Нее Предложили Вы Отлично Обрадовался Фермер Если Починишь Звони Сколько Влезет Идем Посмотрим Тарелку Кстати Если Починим Неправильно Будем Сожер Напиявками Потому Что Убежим От Стада От Фермера Подальше Заплутаем Попадем В болото Будет Нехорошо Пастух Овороков Повел Вас Прочь От Брянных Останков Броню Ика Вы Впрочем Старались Запоминать Дорогу Чтобы Потом Вернуться К Ценному Грузу Фермер Прорвался Сквозь Заросли Каких-то Пышных Кустов И Вашему Взору Предстал Симпатичный Деревенский Домик На Заднем В дворе Домика Торчала Несообразно Большая Спутниковая Тарелка Вы Прошли Прямиком К ней И пока Фермер Отправился Надоить Для вас Стакан Молочка Открыли Щиток И стали Разглядывать Механизм Осмотр Дал Вам Понять Что Оборудование Тарелки Цело Но В блоке Питания Произошел Скачок И теперь Напряжение Там В два Раза Выше Нормы 500 Единиц Покопавшись Блоки Питания Вы Обнаружили Пульт Управления Напряжением Теперь Вам Надо Всего Лишь Снизить Напряжение До 250 Плюс Минус 5 Единиц Главное Случайно Не довести Напряжение До Нуля Иначе Потом Ничего Нельзя Будет Сделать Поднять Напряжение Выше 500 Тоже Не Получится Это Максимальная Емкость Для Блока Питания Этой Модели Ну Здесь Простая Схема Надежная Как Швейцарские Часы Понижаем Напряжение На 80% Теперь Повышаем Напряжение На Столько Жа То На 80% И Теперь Повышаем Напряжение На 40% Получаем На Выходе 252 После Очередной Манипуляции С ручкой Контроля Блок Питания Вдруг Ожил И Засветился Многочисленными Огоньками Вы Захлопнули Щиток И Чуть Отошли Спутниковая Тарелка Пришла Вдвижение С мирным Гудением Но Ты Парень Технарь Восхищенно Проговорил Фермер Подоспевший Создоровенной Кружкой Молока Вручив Вам Кружку Он Забегал В дом И Принес Видеофон Звони Куда Хотел Милостиво Разрешил Он Забираю У вас Пустую Кружку Вы Сыто Вздохнули И Принялись Набирать Номер Бара Са Ответил Вам Пеленг Который Обычно Коротал Время За Кружечкой Чего-то Алкогольного В баре Урмуртейл Удивился Он Командир Ударной Группы Передал Что Ты Погиб Во Время Крушения Броневика А я Не Погиб Терпеливо Ответили Вы Я Сейчас На Ферме Вы Бросили Взгляд На Табличку Убитую Землю Около Входа В домик На Ферме 33 Оборока Груз Цел Глаза Пеленга Вспыхнули Хищным Огнем Жди Дружище Сказал Он Мы Пришлем За тобой Транспорт Вы Отключили Видеофон И вернули Его Хозяину Фермер Видимо Горя Желанием Сделать Вам Приятно Милостиво Разрешил Помочь Ему Разбросать Вилами Навоз Вы Отказались Ославшись На Аллергию Нашли Себе Подходящий Сток Сена Из Его Лейшего Семени В Него Тут же Подскочили Вверх Выдернув Из штанов Воткнувшись Туда Иголку Вот бросили Ее В сторону И Снова Леглись На Сено Вам Даже Удалось Немного Вздремнуть Прежде Чем Вы Слышали Гул Вертолетов Вы Прыгнув Из Сена Вы Побежали К Вертолетам Один Из Нех Являлся Огромным Вместительным Грузовозом Другой Легким Двуместным Алкарисом Грузовой Вертолет Завис Над Остатками Броневика И Принялся Втягивать Его В Свои Трюм Захватом Алкарис Сел Рядом С Вами И Вы Увидели В кабине Пеленга Предводителя Группы Ваших Недавних Коллег Извини Формар Трел Сказал Он Когда Вы Влезли В кабину Ты бы Видел Со стороны Эту Аварию А еще Мясорубка Мы Даже Не Предполагали Что Кто-то Может Выжить После Этого Так Это Ж Я Резонно Заметили Ты Герой Дружище Мыкнул Пеленг Поднимая Вертолет Путь В Лос-Дрим Не Занял Много Времени Всю Дорогу Вы Любовались Превосходным Видом На Калм-сити И его Крестности Наконец Вы Сели Недалеко От Бара Пройдя Пару Улиц Вы Чутились Перед Знакомой Дверью И Вошли В Бар Такой Вот Интересный Способ Заполучить Содержимое Фургона Без Его Непосредственно Взлома Есть Еще Один Способ Это Попасть Именно В Засаду Фуяда Это Достигается Тем Что Вы Не Ломаете Все Сканеры Но При Этому Скончается Время Тогда Вы Попадете В Засаду Что Там Делать В Этом Случа Если Вы Попадаете В Засаду Я Тоже Покажу На Монтаже И Если Пройти Правильно Тот Участок С Допросом Можно Будет Получить Ровно Столько Ж Денег Как Из Остальные Способы То Если Вы Вскрыли Сейф И Забрали Оттуда Драгоценные Камни Да Там Были Именно Драгоценные Камни Такой Кулек Итак Если Вас Взяла В Плен Фаяда Мы Сдаемся Им Из Броневика Далее Мы Очнемся На Таком Анаргостуле Нас Допрашивает Фаянина Которая Какая-то Важная Шишка Фаяде С Линзой В Глазу И Задает Вопросы Про Семью Корлеона Наводящие В принципе Ответы На Какие-то Вопросы Они Знают И Не Получится Но Если Мы Будем Говорить Такую Полуправду Тогда Освободиться Получится И Мы Сможем Его Пристрелить Итак Когда Он Спрашивает Нас Где Находится Штаб Семьи Говорим Что Штаб Штаб Семьи Находится В Лос Дрим Естественно Он Отвечает Что Это Обще Известно Потому Что Они Об Этому Были Осведомлены И Сами На Вопрос Где Точно Не Знает Где Кто Снабжает Оружием Семью На Это Вопрос Ответим Что Семья Имеет Связи С Дзухолагом При Каких Обстоятельствах Погиб Таоми Они Естественно Знают Что Таоми Жив Поэтому Говорим Что Мы Его Спасли И Он Жив А На Вопрос Кто Заказал Мист Рава Отвечать В принципе Можно Что Угодно Дело В том Что Но Чем Меньше Мы Выдаем В итоге Им Правдоподобной Информации Перед тем Как Пристрелить Фаянина Тем Больше Будет И награда То Есть Если Вы Отвечаете Так Как Я Указал Здесь То Вы Получаете Ровно Столько Ж Как Если Бы Сделали Задание Другим Образом То Если Вам Удалось Фургон Либо Вскрыть Сейф Который В нем Лежал Либо Просто Вы Тихонько Скрипнули Дверью И Перенеслись Измерно Гудящего Бара В Абсолютно Тихое И Ярко Освещенное Убежище Джиери Галет Сидел За Столом Перед Огромным Стеклянным Кубом Куб Был Поделен На Кубики Поменьше По 8 В Ребре Приглядевшись Вы Заметили В прозрачной Глубине Куба Черные И Белые Фигурки Похоже Джиери Играл Сам С собой В Трехмерные Шахматы Услышав Скрип Двери Он Повернулся И Тут же Вскочил Пормар Тейл Как же Я рад Вас Видеть Я Специально Просмотрел Записи Операции И Нашел Что Ваши Действия Были Просто Изумительными Я Очень Вами Доволен Впрочем Что Слова Вот Он Отодвинул Куб В сторону И Бросил На стол Толстую Пачку Банкнот Вы Взяли Ее И Пересчитали Да Тут Не Меньше Тысячи Дабов Я Ж Говорил Что Заплачу По Заслугам Улыбнулся Джиери Вот Возьмите Еще Немного Это Вам На Выпивку И Прочей Радости Жизни Когда Отдохнете Приходите Ко Мне У Мне Есть Еще Одно Дело Для Вас Вы Уже Собрались Уходить Когда Джиери Снова Кликнул Вас Пормортел Как же Я мог Вас Забыть Сам Вито Выразил Желание Увидеть Вас Вито Удивились Вы Он Сам Попросите У бармена Ключи От Второго Этажа Вито Обычно Там Коротает Время Опять же Такая Ширная Отсылочка На Крестного Отца Там Был Вито Здесь Вито Ну Бар Нам Пока Как и Сам Лос Дрим В принципе Не нужен Давайте Покушаем Отдохнем Нам Нужно Теперь Добраться До Колом Сити Поймаем Тачку Поедем Идем В центр Во-первых Нужно Заглянуть В больницу Обязательно Потому Что Мы Ранены Пройдем Сеанс Регенерации Тканей 99 Дабов Это Стоит Стоит Что Такого Блестящего Свинцового Гроба Медицинского С Удобной Подушкой Розового Цвета Сердечками Несколько Часов Спим У нас Восстанавливается Сила И мы В порядке Теперь Навестим Оружейный Салон Можно Здесь Теперь Попросить Зарядить Для нас Взломщик У которого Сломали Сканеры Потому что Сам Взломщик У нас Остался 5 Зарядов За 100 Дабов Это Выгодная Сделка Не думаем Берем Теперь Покидаем Больницу Мы Под мухой Ну и ладно Нужно Чем-то Перекусить Ротопузырь В маринаде Пойдет Теперь Теперь отправимся В район Развлечений В отель Как помним По совету Бармена Можно Пошнырять В отеле И там Рожиться Деньгами Что будет Довольно Неплохо Снимаем Номер И Спим До Полуночи Идем Грабить Начинаем Взлом Здесь Не помню По-моему Рандомная Последовательность Но будем Проверять Экспериментально Обороток Счастья Всего 4 Поворачиваем Вправо Неверно Тогда Влево Влево Понятно Влево Вправо Вправо Да блин Влево Вправо Влево Вправо Вот Верная комбинация была Угу Замок щелкнул Дверь открылась Словом Ограбление удалось Вы осторожно Пробрались в номер А попытались Оглядеться в полной темноте Никто не храпел И никаких звуков Не издавал Кажется Никого нет дома Вызакусив губу Включили свет И увидели Что номер Все-таки обитаемый В шкафу Висело пальто С четырьмя рукавами А в ванной На раковине Стояла пугающего вида Зубная щетка Наверное Хозяин ушел Развлекаться В какой-нибудь Ночной клуб Поковырялись Мы нашли Нашли 479 дабов Хорошая добыча Идем во второй номер Поворачиваем Ну-ка вправо Нет Влево Влево Право А, зараза Значит, запоминаем На этом номере Была комбинация Влево-влево Видимо, третий раз Тоже был влево Жаль Ну что же Это не так важно Пока у нас Время ночное Можно Наведаться В центр В деловой район В здание правительства Как помните По ночам Туда только Можно войти Вы подошли Поближе к дверям Здания правительства И стали Осторожно Озираться Вопреки здравому Смыслу В ночное время Вокруг здания Не было видно Ни следа охраны Вы некоторое время Помедлили Вынюхивая подвох Но пахло Только нелюбовью Местных жителей К воде Решив, что горизонт чист Вы бачком Подобрались к двери Толкнули ее И тут же Широким прыжком Передислоцировались За мусорные баки Но сигнализации Не взвыли Лампы не замигали И никто не расстрелял Место, где вы Только что стояли Тогда вы встали Гордо смахнулись Одежды Ошметки продуктов Цивилизации И раскатисток Грохача башмаками Прошествовали Холл был большим Пустым И что самое главное Абсолютно темным Вы сделали Несколько шагов И тут же Запутались ногами В лавке По холлу Прокатился Ужасающий грохот Вашего падения Но и это Не вызвало Никакой реакции Худо-бедно Освещаясь ее пути К ранам своего лаптопа Вы отыскали На стене Выключатель Поэкспериментировав С кнопками Вы остановились На тускловатом свете Потолочных ламп Чтобы не привлечь Чего-нибудь Внимание Осмотревшись Вы заметили Торчащий Посреди холла Терминал И подошли к нему Экран терминала Ожил И на нем Появилась заставка Популярной системы Нондавс Терминал Изверг Несколько аккордов Органной музыки И предложил Вам выбрать сеанс Вы внимательно Вгляделись В предложенные варианты Их было три Пользователь Гость И злоумышленник Кстати да Забавно Можно выбрать Злоумышленник В этом случае Вас закроют в здании И просто арестуют Идиотский выбор Но Им всегда можно Воспользоваться Пользователь Тоже ничего не даст Потому что потребует Пароль Которого мы не знаем Наш вариант Это гость Добро пожаловать Уважаемый гость Отозвался компьютер На ваш ответ Выберите Желаемую услугу Недолго думая Вы запустили План здания Оно было Огромное И запутанное И не было Ни малейшей возможности Разобраться В жутких Хитросплетениях Коридоров Порыскав на удачу Вы все же Включили поиск И ввели Дзухалак Результатов Поиска не было Раскинув мозгами Вы сообразили Что Дзухалак Вряд ли называется Здесь своим Настоящим именем Запрос Отдел сдерживания Оказался Эффективным Под большой шапкой Состоящей С красной букв Не функционирует Был указан Адрес отдела Вы записали Его себе В лаптоп Выключили терминал И пошли искать отдел После почти Получасовых Блужданий Вы все-таки Достигли цели Вы находились В длиннющем Пустом коридоре На трехзначном Этаже здания Во всем коридоре Была всего одна Суровая Аскетичная дверь На ней висела Маленькая стальная Табличка С лаконичной Надписью Отдел сдерживания Вы толкнули Дверь Не заперто Кабинет За дверью Встретил вас С совершенной Пустотой Единственными Предметами В ней были Большой деревянный Стол И стоящий На оонном Столе Очень большой Сейф Вы осторожно Постучали По сейфу Пальцем Сейф был Чрезвычайно Твердый Вы вздохнули И посмотрели На замок Это был старый Заслуженный Электронный Замок Симсим Вы воткнули В разъем Замка Провод От своего Лаптопа Данный Тип Замков Вам Чрезвычайно Хорошо Знаком И у вас Даже Имеется Программа Для взлома Но Нужно Поторопиться Нельзя Оставаться В здании После Рассвета Приступаем К взлому И на этом Месте Нас Может Ждать Три Разные Задачи На логику Но в принципе Они все Довольно Простые Все Варианты Их решения Я приложу На монтаже Конкретно Первый И мне здесь Выпала Вот такая Чтобы Последовательность Цифр Можно было Продолжить Но эта задача Довольно Проста Здесь дается 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7 И так далее То есть Цифры идут По возрастанию Каждая вторая То есть 1, 3, 5, 7, 9 Значит Следующая будет 11 А здесь Соответственно 10, 9, 8, 7, 6 То есть Наш вариант Это 11, 5 Вторая загадка Состоит из Последовательности Цифр То есть 101, 112, 131, 415 Какая разгадка Здесь К третьему числу Прибавляется 30 А к четвертому числу От второго Прибавляется 303 То есть Верно Ответом В данном случае Будет 161, 718 И Есть еще и Третья загадка То есть Идет ряд чисел И Справа от них Написаны Двузначные числа Это не что иное Как обратно Записанные Квадрат числа По-моему Где-то Такая загадка Уже встречалась Соответственно Здесь Верным ответом Напротив 9 Будет 18 Программа Взлома Проиграла Незамасловатую Торжественную Мелодию И замок Сейфа Громко Щелкнув Раскрылся Вы от радости Исполнили Сложную Галактическую Румбу Восстановив Дыхание Вы протянули Дрожащую руку К дверце Сейфа И распахнули Ее В сейфе Еще Один Сейф В Некоторое Время Созерцали Эту картину Кусая Губа К сожалению Сейф От этого Не стал Не нает Умение Настоящим Вы Вытащили Его И поставили На стол Рядом С первым Сейфом Тщательный Осмотр Замка Второго Сейфа Дал Вам Понять Что Для Его Вскрытия Похоже Понадобится Некий Инструмент Способный Сканировать Внутренности Замка Ваш Взломщик Вполне Может Помочь Правда В нем Сейчас Совсем Нет Зарядов И неплохо Было Было Поискать Что Нибудь О взломе Таких Сейфов В городской Библиотеке То есть В Лос Дриме Как помним Есть Библиотека И там Можно Прочитать Такую Книжку Покидаем Здание Правительства Что Ж Пока Получился Облом Поэтому Идем На окраину Города Сейчас Пешком Доберемся До Лос Дрима Зайдем В библиотеку Посреди Ночи Хотел сказать Но нет По факту Утром Потому что Уже Утро И Поищем Что-нибудь О взломе Замков Вы Осторожно Осведомились У библиотекаря Нет ли у него Каких-нибудь Книг Про замки Библиотекарь Намекнул Вам Что Чтение Книг Библиотеки Стоит Сто Дабов Вы Посетовали На тяжелую Рейнджерскую Жизнь И непомерные Затраты На спасение Мира Библиотекарь Выразил надежду Что ваш кошелек Страдает не так сильно Как и 18 детей Что же Не останется Варианта другого Как и заплатить И вот нам Выдается Та самая Последовательность По которой Можно открыть Данный замок Под редакцией Лякуша Пинчикрякника Отлично Себе советую Это либо на телефон Куда-нибудь Сфотографировать Либо записать На листочек Потому что Вам понадобится А на память Вы это все равно Вряд ли запомните Сразу же Ну собственно Запоминаем И теперь Можно Заглянуть В бар Сальери Покушать Вот мы сыты Хорошо И заглянем В Джиери Снова За новым Заданием Едва Открыв Дверь Вы увидели Нацеленный Прямо Вам В глаз Ствол Излучателя Повинуясь Выработавшись За долгие Годы Рейнджерств Вне Реакции Вы тут же Рухнули На пол Стараясь Нашарить Своё оружие Ствол Безопасное Рейнджерств Вы предъявили Своё Рейнджерское Удостоверение И охранники Браво Отдали честь Пропуская Вас внутрь Вы Прошествовали К посадочным Площадкам И с гордостью За коалицию Окинули Взором Множество Разноцветных Космических Кораблей Где-то Среди Этой Могучей Стальной Массы Притаился И ваш Звездолет Ждем Прибытия Грузового Судна О котором Говорил Джиери Вы Принялись Гулять По золу Ждания В космопорте И вдруг Наткнулись На занятую Рейнджерами Лавку Все рейнджеры Горстями Поглощали Попкорн Разглядывая Сквозь прозрачную Крышу Заходящей На посадку Корабли Вы тоже Купили себе Попкорн И присоединились К коллегам Скоро Вы Забыв про Задание Вовсю Размахивали Руками И вместе С другими Рейнджерами Обзывали Пилотов Нобичками И неумехами Горлане Что-то вроде Ха На включенных Форсажных Снижается Шасси Собьет к чертям Ты гляди Траектория Это нестабильная Стабилизатор Как пить дать Сожжет Глянь Какой вертикальный Коэффициент Взял Бак себе Пробьет Однозначно И Он сколько Плазмы На дюзы Подал Сейчас Заглушки В хлам Расплавит На площадку G7 Совершает Посадку В грузовой Межсистемный Корабль Рахи Шамдэй Сообщил Монотонный Голос Вы спохватились И наскоро Поглотив Оставшийся Попкорн Побежали К площадке G7 Площадка Была Неподалеку От зала Ожидания И вдобавок С нее Открывался Замечательный Вид на Ворота Космопорта Вы увидели Как к воротам Подъехал Обшарпанный Грузовик Из него Высунулся Пиленг Демонстрируя Охране Какую-то Бумагу Вы Сообразили Что это Присланная Джейере Машина Когда Охрана Отступила Пиленг Скрылся В кабине И грузовик Подтверждая Вашу догадку Покатил К площадке G7 В небе Показался Грузовой Космолет И по Безупречной Траектории Стал Планировать К месту Посадки Грузовик Подобрался К самой Площадке И водитель Замахал Вам Призывая Подойти Космолета Там В трюме Должно Быть Несколько Ящиков С грузом План Такой Мы Грузим Ты Следишь Чтобы Ничего Не Случилось Если Все Будет В Порядке Спокойно Едем На КПП И Проходим Досмотр Чтобы Не было Неприятностей С охраной Ладно Корабль Садится По Местам Огромный Сверкающий Космолет Тяжело Утвердился На Площадке Трюм Тотчас Раскрылся Звонко Стукнув Створкой Покрытие Площадки Внутри Вы Разглядели Троих Пеленгов В рабочих Комбинезонах И одного Погрузочного Дроида Которые Уже Занялись Закрепленными В полу Ящиками Вдруг От ворот Космопорта Донесся Глушительный Взрыв Водитель В кабине Произвел Какие-то Манипуляции С приборной Панелью И крыша Кузова Грузовика Вдруг Раскрылась Ив Хромированная Опора И стволы Громной Лазерной Турели Давай Залезай Заорол Водитель И здесь Начинается То что я Называю Хардтрек Апокалипс Экс-машина Самое То Вы Птицы Взвелись В воздух И приземлились Точно В кресло Стрелка Любовно Обхватив Гошетку Вы Принялись Вертеть Стволами Туда-сюда Под Акомпанемент Водорожащего Кровь Гудения Сервомоторов Водитель Подкатился Сзади И стал Рать В ухо Инструкции Эти Сволочи Атакуют Группами По 10 Человек Мы думаем Что у них Есть 3 Пути Для наступления Через КПП У ворот Через Вон те Аварийные Ангары И через Терминал Космопорта У тебя На туреле Встроенный Лазерный Излучатель И кассеты Из 10 Ракет Мы точно Не знаем С какой Стороны Не будут Наступать Так что Тебе Придется Полить Наугад Просто Направляй Сначала Излучатель Потом Ракеты И пали Главное Угадать Откуда Будут Атаковать Ты должен Продержаться Всего 15 Минут И потом Можно Будет Сматываться Излучатели Вряд ли Сразу Здесь Человек Положат А вот Насчет Ракет Будь Уверен Прикончит Всех Как Пить Дать Вы Браво Кивнули И резко Едва Не прищемив Водителю Голову Опустили На турель Колпак Из бронестекла Временно Вешайте Тем Напыщенным Идиотом План Будет Такой Если Видим Что Где-то Большое Скопление Народа Туда Палим Ракетой А в Другое Место Палим Излучателем То есть Палим Ракетой Если Уверены Что Там Кто-то Будет Но В принципе Можно Убить И Случайно Что ж Выберем Рандом Такая вот Камень-ножница Бумага В которой Вполне Можно Сдохнуть Но Надеемся Этого Не случится Палить Пожалуй Будем Сейчас Лазером В ангар А ракеты Пока Использовать Не будем Видим Что через Все три Скопления Наступают Палим Ракетой По КПП И Палим Палим По Ангарам Из лазерного Излучателя По КПП Будем Стрелять Ракетой Осталось Их Поменьше Турель Правда Поцарапана Зарядим Лазером В ангары И Ракеты Пожалуй В терминал На этот раз КПП 10 человек Понимаю Туда Пустим Ракету Сейчас Наведем Наверное Излучатель На Ангары И В КПП Ракету Турель Немного Повреждена Хорошо Выжить На терминал Направим Ракету В ангар Излучатель Отлично Кажется Все сдохли Осталось 6 ракет Осталось Продержаться 10 минут И осталось 6 ракет Мы не знаем Причем С какой стороны Приедут Наши враги Наверное Лазером Терминал Ракеты Пока Использовать Не будем 10 человек В КПП В терминале Осталось 6 Так На терминал Излучателей В КПП Ракету Отлично Их осталось Довольно Мало Осталось Прижаться Всего 8 минут Наверное Сейчас С Стрельнем В КПП Излучателем Ангары Ракеты Ай Насчет Ангаров Я кажется Не угадал Это плохо Тогда КПП Излучатели Терминал Ракета Угу Турель Сильно Повреждена Ай-яй 6 минут Еще осталось Продержаться Кстати КПП Ракета Ангары Излучатели Так Хорошо Еще 5 минут Осталось Продержаться Отправим По терминалу Излучатели Ракеты Пока не будем Использовать 10 человек На КПП Турель Дымится Отправляем В КПП Ракету В ангары Излучатели 7 человек На ангарах На ангары Излучатели Ракеты Использовать Не будем Турель Покосилась Так 2 минуты Осталось Продержаться Отправляем В КПП Ракету И в терминал Излучатели Турель Горит Остак В ангарах Ракеты Кончились Ракет Не осталось Будем Надеяться Что Турель Сможет Справиться Так Отправляем В ангары Излучатели Кажется Справились Фух А я уж думал Нам будет сейчас Каюк Но Я просто Вслепую Разочек Отправил Ракеты Не всегда Можно угадать Довольно Рандомный Участок Но Я думаю Общий принцип Вы поняли Ракетами Стоит Стрелять Тогда Когда Вы точно Знаете Откуда Враги И будут идти Вот Излучатели Можно В принципе Не экономить Пормортел Вылезай Погрузка Окончена Проорал Кто-то Стуча В защитный Колпак Вы оглянулись И увидели Разъяренного Водителя Который Показывал Наготовый К отъезду Грузовик Вы Ничтожив Сумняшися Покинули Хромированную Нутру Турели И Вы Запрыгнули В кузов Машины Она Сразу Рванулась Едва Не вытряхнув Вас наружу Им Помчалось На выход Пара пуль Черкнула По обшивке Но остановить Вас Это уже Не могло Разметав Остатки Атакующих Грузовик Вырвался С территории Космопорта И устремился Прочь Атакующие Попытались Развернуть Свои фургоны Но когда Им это удалось Вы уже Исчезли Из виду Грузовик Привез вас В центр Города И шофер Со словами Нужно Разделиться Добирайся Даджиери Своим ходом Высадил вас Блин Как-то даже Стремно Что турель Могла разбиться И тогда Весь час Так пришлось Попереигрывать Но нет Что же Время Показать вам Еще кое-что Давайте Двинемся На окраину Города Поймаем Тачку В пригород Тут есть Казино Которым Можно Проиграть Все свои Честно Заработанные Деньги Хотя Можно и Выиграть Тут Нет Такой Особой Гарантии Системы Никакой-то Толком Нету Я где-то Видел Какие-то Гайды По системе Вот этого Самого Казино Но на самом Деле Это Конченый Бред Потому что Работает Здесь Только Одно Это Чистый Рандом Больше Тут Ничего Не Работает Принцип Такой Что Ставим Ставку Ну а Если Проиграли То Деньги Вам Не Возвратятся Ставя По Тысяче И По Пятьсот Вы Можете Очень Быстро И Легко Потерять Все Свои Сбережения И Собственно Начинать Либо Все Заново Либо Выменивать Свои Кровные Кредиты В банке По Грабительскому Курсу Я Здесь Придерживаюсь Такой Позиции Что Ставлю Всегда На Красное Но Не факт Что Вот это Все И Работает Давайте Попробуем Поставить Пятьсот Дабов На Красное Вот Черное Вот Хрен Еще Пятьсот Дабов На Красное Выигрывает Красное В общем Как вы Понимаете Вероятность Тут Пятьсят На Пятьсят И Может Несколько Раз Выпасть Одна Комбинация То есть Как бы Вы можете Несколько Раз Выиграть Но Потом Запросто Несколько Раз И Проиграть Поэтому Штука Весьма Сомнительная Я Сидел Здесь Часок Просто Стул Сгорел От Того Рандома Который Был В казино Но Получилось Выиграть Что-то Около По моему Плюс Минус То ли Пяти То ли Шести Тысяч Дабов Которые Потом Можно Объединять В конце Задания Если Какой-то Верхний Лимит Я Если Честно На Выигрыш Не Уверен Что Он Есть Но Может Быть И Есть С Другой Стороны Рандом Вам Все Не Даст Это Сделать Потому Что Рано Или Поздно Вы Начнете Тыкать На Тысячу И Терять Многие Деньги Что Совершенно Экономически Невыгодно Поэтому Как Не Крути А Рандом Вам Здесь Просто Не Кстати Zero В Этом Случа Ни Красный Ни Черный Не Выигрывает Но Остальные Ставки Думаю Вы Там Разберетесь С ними И Сами Что Ж Мы Теперь Ловим Тачку В Лос Дрим Возвращаемся В Барс Алиери Навестим Джейери Вы Просочились В Джейери На Убежище И Застали Гальца Задумчиво За Разглядывающим Ящик С Пленской Маркировкой Похоже Груз Именно Этих Ящиков Вы С Таким Трудом Защищали На Космодроме Не Испортились Пирожки Бодро Спросили Вы Джейери Он Оживился А Вас Ты Я И Ждал Сейчас Проверим С С Этими Словами Он Нагнулся И Ловко Вскрыл Ящик Вы Подошли Поближе И Стали Изучать Содержимое Джейери Достал Один из Предметов Которые Стопками Лежали В Ящике И Предложил Вам Поцарилась Тяжелая Тишина Что Это Мрачным Голосом Спросили Вы Пирожок С Капустой Ответил Джейери Снова Нависло Угрожающее Молчание Я Рисковал Своей Клятой Шкурой И Полил Из Клятой Пушки По Клятым Солдатам Для Того Чтобы Вывести Ящик Пирожков Выткусили Кусочек Который Действительно Оказался Весьма Вкусным Разумеется Мы Использовали Эти Пирожки Для Прикрытия Настоящий Груз Транспортник Сбросил В специальной Капсуле Где-то Над лесом При Заходе На Посадку Наши Люди Уже Нашли Его И Вот Вот Привезут Поняли Вы Порто Спасибо За работу Вы Свободны Вот Ваш Гонорар Он Передал Вам 80 Дабовых Купюр С вами Было Приятно Иметь Дело Надеюсь Вы Еще Поработаете С Семьей Удачи Вы Раскланились Джейери И В последний Раз Покинули Его Убежище Но Квит А нам По-прежнему Пока Не Нужно Мы Возвращаемся В Колм Сити Пешком Нужно Только Закусить Радо Закусить Не получится Потому что Пиццерия Не работает Мы Сейчас Заглянем В больницу Потому что Нам Нужно Перезарядить Наш Взломщик На 5 Зарядов Отлично Покидаем Салон Снимем Отель Номер В районе Развлечений Поднимаемся И Пожалуй Поспим И Пожалуй Поспим До следующего Утра Мне Просто Не нравится Сейчас Очень Характеристика Вы Очень Голодны И Есть Риск Что Мы Загнемся Просто От голода Чего бы Мне Крайне Не Хотелось Покидаем Отель Возвращаемся В центр Идем В пиццерии Сразу Бештек Сохряпнем Отлично Идем Теперь Снова В отель У нас Там Есть Кстати Недочищенные Комнаты Помните Давайте Отправимся Снимаем Номер Поднимаемся Хозяина Номера На этот раз Не Было На месте Вы С любопытством Выглянули В распахнутое Настеж Окно И проводили Взглядом Ведущую Вниз Веревку Внизу Под окном О боге Целовалась Пара Фоян Как трогательно Всплакнули Вы Владелец Номера Внизу Наслаждается Чьим-то Обществом Пока Вы Тихонько Воруете Его Имущество 536 Дабов Мелкими Купюрами Отлично Посмотрим Теперь Следующую Дверь Вправо Вправо Влево Влево Отлично Угадал Комбинацию Надо же Она здесь Я не помню То ли она Вот рандомная То ли вот Фиксированная Это непонятно Но мне почему-то Кажется Что рандомная В третий номер Вы вошли Совершенно Как к себе Домой У вас и мысли Не возникло О том Что ограбление Может окончиться Неудачей Поэтому ваш Ужас При виде Гигантского Молока Поднимающегося С кровати Вам навстречу Был неописуем На глазах У Молока Красовалась Черная Ночная Повязка Поэтому он Вас сразу Не увидел Это Дало вам шанс Вы заграбастали Спортивную сумку Лежащую у входа И урезнули Когда Молок За дверью Не обнаружив Вторжение Снова улегся спать Вы открыли сумку И нашли там 420 дабов Однако ужас Пережитый вами Был столь силен Что вы дали себе Клетву больше Не приближаться К чужим номерам В этом отеле Спускаемся На первый этаж И сейчас Отправляемся В центр В дело В деловые районы В здание Правительства Снова Но на этот раз У нас есть инструкция От того Как вскрывать Тот самый замок К счастью Никакую головоломку Нам теперь Не нужно здесь решать Ээээ Ту самую первую И мы можем Спокойно заняться Вскрытием Второго Сейфа Что ж Теперь знаем Последовательность По которой Вскрываем Этот самый замок Право Право Влево Вправо Еще два раза Вправо Один раз Влево Влево Вправо Вправо Влево Вправо Вправо Влево Влево Отлично В результате Последнего Проворота Замок Щелкнул И отвалился От сейфа Вы убрали Взломщик Осторожно Взялись за дверцу Сейфа И открыли Потом Закрыли Потом Опять Открыли И закрыли Еще раз Чтобы удостовериться Что вам Не померещилось Внутри Лежал Еще один Сейф Вы с рычанием Поскреблись В его Запертую Дверцу Но она Оставалась Совершенно Неприступной Вытащив Сейф Вы поставили Его на стол Рядом Со старшими Собратьями И мрачно Осмотрели Композицию Делать Нечего Придется Открывать Осмотрев Замок Вы поняли Что это Не замок Вовсе А скорее Радиопередатчик Он вручную Присоединен К толстенной Магнитной Пластине Которая Не дает Сейфу Открыться Изучение Передатчика Дало вам Понять Что это Стандартная Модель Которой Спокойно Можно управлять С вашего Лаптопа Вот только Сам передатчик Похоже Отключен Тут Вы заметили Что-то В глубине Второго Сейфа И вытащили Это что-то Наружу Чем-то Оказалась Древняя Потрепанная Книжица С почти Истершимися Буквами Бледное Название Гласило Ремонт И настройка Радиопередатчиков Возрадовавшись Удачей Вы открыли Книжицу И стали Изучать Ее Содержимое К сожалению Ремонт Был в таком Что запускать Первым Что последним Но Естественно Не прямые К слову Эту самую книгу Можно отнести В городок Лос-Дрим Библиотеку Рен на восстановление И тогда Инструкция Будет Более четкой Видимо Для тех Кому Не хочется Сильно напрягаться Чтобы решить Данную загадку Но она Не сильно сложная Запускаем Это все Вот в таком Порядке Автодиагностика Радиомодуль Автонастройка Калибровка Спутниковая связь Питание Активируем Передатчик Вы активировали Передатчик Эффект Последовал Незамедлительно Он тут же Ровно Загудел И лаптоп Стал принимать Его сигналы Вы отстучали На клавиатуре Стандартный код Для таких Передатчиков И магнитный Замок Отключился Вы как следует Продумали Свою реплику На случай Того Если внутри Третьего сейфа Опять окажется Сейф И распахнули Дверцу Из сейфа На стол Вывалилась Целая куча вещей Здесь были Какие-то бумаги Диски Ручки Пепельницы Записки Папки И даже Миниатюрная Таблетка Портативного Компьютера Похоже Кто-то Вытряхнул Все содержимое Стола И запихал В этот сейф Удивительно Почему Все эти вещи Не сожгли Или хотя бы Не вывезли Из здания Правительства Возможно Таинственный Отрихатель столов И сейфа Запихиватель Был настолько Уверен Собственном Перевосходстве Что не позаботился О заметании Следов Вы стали Разгребать Кучу вещей В надежде Найти Что-нибудь Ценное Ваше внимание Привлекла Пухлая Зеленая Папка Из кожи Гобзавра На ее Лицевой Стороне Вы разглядели Напечатанное Иностранными Буквами Слово Профессор И начальную Букву Фамилии Двойное В Вы раскрыли Папку И поняли Что это Подробное Обстоятельное Досье На скончавшегося Руководителя От дела Сдерживания Вы Внимательнейшим Образом Изучили Досье В нем Была Сухая Официальная Информация О работе И жизни Руководителя О его Трудовых Свершениях И достижениях На последней Странице Вопреки Вашим Ожиданиям Не было Сказано Практически Ничего Однако Светилась Скудная Надпись Погиб При невыясненных Обстоятельствах Вы Перелистали Досье На первую Страницу И внимательно Вгляделись В физиономию Руководителя Она Ответила Вам Усталым Взглядом Из-под Полоопущенных Век Вы На всякий Случай Отсканировали Пару Самых Интересных Страниц И Уложив Барахло В недра Сейфа Решили Сложную Головоломку Связанную Со Вкладыванием Сейфа Вдруг Вдруг Окончив С этим Вы Водрузили Протосейф Обратно На стол И Полюбовавшись На образовавшийся Натюрморт Покинули Здание Правительства С твердым Намерением Не возвращаться Больше В эти Пустые Неприветливые Коридоры Три Часа ночи В принципе Че Можно Можно даже Поймать Тачку До Лос Дрима И Теперь-то мы И заглянем В бар Сальери Идем К бармену Просим Ключи От второго Этажа Бармен Похлопал Себя По карманам И выводил Маленький Аккуратный Ключ Вы Поблагодарили Его И принялись Искать Вход На второй Этаж Почти Незаметная Лестница Притаилась Возле Барной Стойки Но Вы Лестницу Все-таки Отыскали И Двинулись Наверх Путь Вам Преградила Дверь Но Вы Расправились С нею С помощью Ключа И Оказались У Малюсенькой Прихожей В ней Был Только Стол И Два Табурета На Которых Воседали Вооруженные Пеленкой Галец Привиди Вас Они Отложили Карты В Которые Резались И Сурово Уставились Ваши Честные Глаза Ну Буркнул Пеленк Я Господину Виита Отозвались Вы Урмартайл Это Я Господин Виита Хочет Чтобы Ты Доказал Свою Преданность Семье Тысячи Дабов Прямо Как На Дискорд Серве Канала Чтобы Попасть В Группу Таб Донаторс Наверное Это Просто Совпадение А Если У меня Другой Доход Удивились Вы Ты Не Умничай Тут Если Хочешь Встретиться С Господином Виита Демонстрируем Деньги Скрипя Сердце Вы Извлекли На Свет Божий Свой Кошелек И Принялись Горстями Сыпать Из него Деньги На Стол Брови Перенга И Гальца Точнее Те Штуки Что Сходили В них За Брови Ползли Вверх По Мере Увеличения Денежной Кучи И Под Конец Совсем Ож Грозились Покинуть Хозяйские Лица Наконец Денежный Поток Иссяк И Вы Остановились Чтобы Дышаться Галец Неуверенно Потыкал Пальцем В основание Банкнотной Горы Вызвав Небольшую Лавину Вы Можете Пройти Охрипшим Голосом Сказал Пеленг Вы Благословно Кивнули Охранникам Сгребли Все Свои Капиталы И Толкнули Дверь Которой Была Оснащена Одной Стен Комнатки За Дверью Оказалось Нечто Наподобие Читального Зала Было Здесь Тихо И Довольно Таки Сумрачно Лишь В кресле Отгородившись От вас Широкой Бумажной Газетой Кто-то Сидел Заслышав Скрип Двери Он Свернул Газету И Внимательно Посмотрел На вас От удивления У вас Открылся Рот Это Был Якобы Покойный Руководитель Отдела Сдерживания Ты Взвыли Вы Устремив На Руководителя Свой Карающий Перст Разоблаченный Руководитель Отшатнулся Когда Вы Стали Надвигаться На Него Широко Раскинув Руки Наверное В ваших Глазах Он Узрел Нечто Ужасное Что 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 Это Такое Пробормотал Он Пытаясь Отодвинуться Подальше И Одновременно Принять Официальный Вид Вы Угрожающе Нависли Над Столом Ты Вовсе Не Умер Провыливая Размахивая Руками На самом деле Ты Захватил Власть Над Этой Бандой В свои Руки Руководитель Мгновенно Поскучнел И Сжав Виски Пальцами Устремился В столешницу Что Заволоки Да Мавр Дорогой Пармуртейл За Время Моя Работа В отделе Сдерживания Я Набрал Столько Компромата О Главных Городских Бандах Скопил О них Столько Информации Что Взять Их Под Контроль Мне Не Составило Ни Малейшего Труда Они По-прежнему Горзутся Друг С другом Понятия Не Имеют Что Всеми Ими Управляю Я Сейчас Ты Должен Сказать Тебе Это С рук Не Сойдет Но Мне Это Чертовски Надоело И С этими Словами Он Открыл Рот Чтобы Вызвать Охрану Ваш Мозг Обычно Пребывающий В розовой Безметежной Дреме Вдруг Превратился В хромированную Машину Мышления Руководитель Еще Не Успел Издать Ни Звук А Вы Уже Начали Действовать Убегать Точно Отвратительный Вариант А Вот Как Следует Сделать Это Как Следует Врезать По Наглой Руководительской Роже На ходу Выхватив Оружие Вы Широк Оров Замахнув Рукой Врезали Прикладом По Руководительской Голове Раздался Гулкий Грохот И не успевший Издать Ни Звук А Злодей Исчез Под Столом Вы Было Возликовали Но Из Под Стола Послышалось Глухое Рычание И В следующее Мгновение Руководитель Уже Летел На Вас Сжимая В Руке Огромный Армейский Нож Тогда Ваш Палец Совершенно Рефлекторно Дрогнул На Спусковом Ключке Раздался Легкий Хлопок И Враг Прервав Свой Полет На Середине Рухнул Прямо На Столешницу Вы Даже Не Стали Проверять Его Пульс Люди С Такими Большими Дырами Во Лбу Обычно Являются Мертвыми Радовавшись Успешному Выполнению Задания Вы Сообразили Что Сейчас Вам Придется Пройти Мимо Многочисленных Мофьези И Добраться До Космопорта К счастью Звуков Борьбы Добрались До Банка Колум Сити Обменяв Все Свои Дабы На Старые Добрые Кредиты Вы Мигом Примчались Космопорт И Стали Готовиться К Скорейшему Взлету С Планеты М Дэй Кстати Не Совсем Понятно Как Звуки Борьбы Никто Не Что ж В итоге Очень Объемный Квест Как Вы Смогли Убедиться И Легендарный В своем Броде Один Пожалуй Из самых Моих Любимых Квестов В игре Он Перекочевал С Перезагрузки И Написан Очень Очень Классно Подробно Обстоятельно Детально То есть Передается Сама Атмосфера И Очень Неплохо И Если Вы Вспомнили Этот Квест Поностальгировали Он Вам Понравился Поддержите Это Прохождение Лайком Прокомментируйте Его Это Будет Очень Здорово Потому Что Больше Зрителей Подтянется В Рейнджера И Таким Образом Может Появиться Еще Больше Текстовых Квестов А Если Уж Все Очень Понравилось Можете Подписаться На Канал И Поставить Колокольчик Рядом Со Значком Подписки Чтобы Не Пропускать Новые Видео Интересные Квесты Которые Будут Выходить Если Вам Нравится И Смотреть Приглашаю Вас Также Присоединиться На Сервер Канала В Дискорде Поскольку Там Вы Со Стопроцентной Долей Вероятности Узнаете Расписание Видео Вовремя В том Числе И Стримов О Которых Я Заранее Вас Всегда Предупреждаю Там Также Мы Там Периодически Собираемся По что-то Поиграть Коопом То есть Есть Такой Вариант Поиграть Во что-то Вместе Как Будет Время Также Не забывайте Проверить В описании Гайд В стиме Там Указана Доступность Тех Квестов В зависимости От раз И статуса И всего Такого Это Тоже Может Вам Игре В дальнейшем Пригодиться Также Стоит Упомянуть Что Прохождение Данного Квеста Появилось Благодаря Тому Что Его Подержал Рабао Джалиман Окей Илья Кудряшов И ему Огромное За это Спасибо Такой Сложный Многогранный Объемный Квест Наверное Я бы Еще Не Скоро Добрался Снять А вот Когда Квест Поддерживать Стараюсь То сделать Действительно Скорее Вовремя Но Как Это Сделать Вы Можете Посмотреть На том Серве Дискорде Там Об Это Написано Кроме Того Приглашаю Посмотреть Прохождение Игры С модами В формате Стримов Которые Как раз Не так давно Были Завершены С полной Сборкой Модов Юниверс Самая Свежайшая Которая Была На данный Момент Что ж Благодарю Вас За просмотр За то Что Посмотрели Видео Целиком И Увидимся Скоро В новых Квестах Спасибо